То есть сейчас ключа и будем потом хлопать попой. Ну давай. Да, правильно идёт. Ты мне сто лет назад засадил? Давай. Всем привет, с вами подкаст «Суровый веб», выпуск номер 237. На часах 23 сентября, 5 часов вечера, и мы начинаем. Меня зовут Александр Гончаров. Привет всем, меня зовут Никита Тарасов. Не виделись 150 тысяч миллиардов лет. Мы просто говорим из декабря, опять же, поэтому... Мы говорим из декабря с вами, хотя сегодня 23 сентября, реально. Да, да. Вот для тех, кто ещё только подписался на наш канал, а у нас, я прогнозирую новые волны подписчиков, подписчиков. Подкаст – это место, где мы с Никитой обсуждаем час с лишним, иногда два с лишним. Просто что в IT, и не только в IT произошло за то время, пока не выходил подкаст. То есть, ну, где-то каждый месяц мы обсуждаем темки предыдущих двух месяцов. Как-то так это происходит. Ну да. Мы боремся с самими собой за регулярность, поэтому как-то что-то... И не только с самими собой. Мы вообще с судьбой, я бы сказал, боремся. Вот да. С датской судьбой. С данской. С даньской. Ладно. Если вы вдруг хотите какую-нибудь рекламу из этого подкаста получить, ну, не в смысле получить, а дать нам рекламу, то пишите на worksobakaywebzen.ru. Ссылка есть в описании. И свяжетесь с Саней. Как я вам, а? Какие нормальные рифмы подъехали. И он вам скажет, что очень дорогая у нас реклама, но вы можете попробовать. Но вы попробуйте поторговаться. В принципе, мы как бы такие торгово способные. Мы торгаши, я бы сказал. Но лучше с нами не торговаться. Ладно, начинаем. Кстати, вот я тебе рассказывал там по секрету, сколько у нас там за просмотр. Я прям реально отнекиваюсь, и чувак все равно дальше пишет. То есть, возможно, сейчас все-таки к нашей цене обратно вернемся, и все. Ты дожимай, конечно. Мы на такое не договаривались. Вот, да. Так, пандемия и кризис. Большая часть 20-летних американцев живут с родителями. Это первая тема. Первая тема у нас сегодня с таким заголовком, знаешь, как будто мы из Яндекса взяли, из желтых новостей. Или из Russia Today. Потому что американцы плохо, там все плохо. Обычно у нас первой темой что-нибудь такое легенькое, но вот сегодня тяжеленькое. Посмотрим, как будет выглядеть это все. Оказывается, почти 30 миллионов американцев проводят свои 20-е совсем не так, как учила фантастическая концепция мечты. Написано у нас здесь в статье на Шазу. 20-е. Мы давно здесь живем уже. Я даже забыл, что уже 20-е идут реально. А я думал, что это 20-е, это про их года. Типа, 20-е года, 21 год им, 22 год им, 23 год им. А-а-а, блин, ну может быть. Ну подожди, просто на графиках 2020. Ну ладно, насрать, пусть будут 20-е, да. Тут же большая часть 20-летних, так что да. Ну окей, 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 так. Короче говоря, имеется в виду то, что чуваки в Америке, несмотря на те самые стереотипы, как в фильмах, знаешь, всех лоханят, когда ты в 18... целых одну десятую года такой говоришь, а я живу с родителями. Все такие, фу, вот так тебе говорят. Ты что, не поступил? Несмотря на это. Ну то есть там же обычно ты едешь в комьюнити колледж. В колледж, да. И это ты в кэмпус должен жить. И с другими курить weed. Поэтому тут, да. Вот, несмотря на это, оказывается, что сейчас в Америке увеличение народа, который сидит тупо... Ну, народа молодого, который сидит тупо с родителями дома. Ну, в их шикарных домах, где можно, наверное, не встретиться вообще между... Поэтому то, что они с ними сидят, это, наверное, не так страшно. Но сидят. И сильнее еще сидят с каждым месяцем, как мы видим. Тут вот есть графичек. И каждый раз, вот каждый месяц процент увеличивается вот этих людей от 18 до 29 years old, которые living with a parent, как здесь написано. Что мы имеем от этого? По идее, значит, что? Вообще здесь написано, что в других странах это нормальная практика. Что люди живут, ну, до 45 лет с мамой, с папой. Вот. А в Америке это как бы, ну, так не бывает. Так они сразу уезжают. И себе новый дом сразу покупают в 18 лет. И там тоже не могут друг с другом встретиться никак. Это все вот оказывается, возможно, из-за пандемии, в том числе из-за кризиса, естественно. Не среднего возраста, а из-за кризиса денег. Экономического кризиса. Что мы имеем, опять же, вот я даже не знаю, какой вывод из этого сделать. Это значит, что будет ли что-то плохое от того, что а вдруг, если они сейчас сидят с родителями дома, то вдруг они привыкнут к этому и будут, как мы, жить в полуторках с родителями. Как ты считаешь? Слушай, ну, вот учитывая, что я перешел на Сурс, это Pew Research Center какой-то. Так, ну, то есть это не Russia Today? Нет, нет, к счастью. А то нас бы обвинили, так сказать, в... В чем нас только уже не обвиняли? Вот в этом, по-моему, еще нет. Хотя, не знаю. Короче говоря, пишут, что это впервые с времен Великой Депрессии. То есть это все-таки экономическая штука. И я думаю, что как только отпустят, сразу и отпустят. Потому что они и так переругаются за это время до свидос как. Просто там будут сковородки лететь, там всякое, знаешь, как в мультиках. Клубки такие оттуда вылетают, там штаны, носки. Это, правда, другие клубки, ну ладно. В общем, суть в том, что я думаю, это как только отпустят, сразу отпустят. Но... Ну, у них же даже, наверное, не надо ждать очередь в туалет, как у нас. Ну да, у них часто же, если несколько спален, то, соответственно, уборные, а не вагончиком из спальни идут, поэтому, в принципе... Да это, видишь, опять же, когда тебя типа припирает, типа, то ты уже и очередь подождешь. То есть, опять же, это же не от хорошей жизни. Я больше чем уверен, что хоть мы и шутим по поводу шикарных домов, где там не встретиться и так далее, у большинства вот этих 20-летних, они либо снимали в складчину квартиры, либо снимали, ну там, кто-то там парой, может быть, кто-то там как... Кто-то комнату, может быть, даже снимал где-то. И просто это экономически сейчас не оправдано. Какая разница типа, где сидеть на самоизоляции, вот. И опять же, если вдруг там с работы начинается тяжелее, потому что уровень... Я не знаю, мы это, по-моему, в чате где-то обсуждали, что уровень безработицы тоже, в общем и в целом, вырос. То есть, это как бы не... Достаточно закономерно. Уровень безработицы растет, нечем платить за жилье, а мы знаем, что как бы тысяча долларов – это такая прям базовая цена. Напишите, кстати, в комментариях, кто нас слушает из Штатов, кто еще не съехал к родителям. Вот, да. Знаешь, наши пацаны, они не съедут к родителям, поверь мне. Ну да, я согласен, что, наверное, IT это коснулось в последнюю очередь, но тем не менее. Как бы хотя бы докладывать из полей, так сказать, где, как. Вот, в России я не знаю насчет того, сильно ли это коснулось людей. Ну, то есть, у нас не такие сильные меры. Реально же показывают видосы из Кремниевой долины, и там практически не ходят люди, закрываются кафешки. Опять же, где-то кто-то в нашем чате или не в нашем обсуждали по поводу того, что... Санька, да, кидал? В Кремниевой долины кафешки какие-то там закрываются, кофейни, и что там именно они донаты сильно сейчас собирают, чтобы не закрыться. И там типа всякие знаменитые кофейни, где там Цукерберг питчил, там Фейсбук, я не знаю, кому-то там. Ну, то есть, такие знаковые места. И то они все загибаются просто потому, что люди сидят дома. Ну, потому что реально у них такие правила. То есть, если надо сидеть дома, все, все сидят, маски там с носа не спускают и так далее. А у нас на это в большей части люди насрали, поэтому и последствия кризиса чуть меньше может быть. Хотя, наверное, опять же, мы обсуждали, что рост кредитов не только вот у них там за образование, а у нас в целом кредитная нагрузка на население тоже рекордно высокая стала за время коронакризиса. Потому что все начали занимать кредиты, чтобы выплатить кредиты, и микрозаймы, чтобы выплатить тоже вторые кредиты, которые заняли для первых кредитов. Вот это все. Поэтому тоже коснулось, но у нас просто очень много, я так понимаю, недвижимости от бабушек, дедушек у всех осталось. И у нас в целом, мне кажется, нет такого кризиса с недвижкой, как в Америке. То есть, там почти все снимают, там кто купил или построил, это реально такие богатые люди, зажиточные, которые могут себе позволить. В большинстве люди снимают, и да, они просто укрупняются, чтобы снимать вместе. Может быть, кто-то к родителям вернулся, а родители снимают, и они откидывают родителям там тоже какой-то процент условный, там что-то типа того. Я не знаю. То есть, это, ну, к вопросу о том, что можно порассуждать. И да, я опять же сужу, если по брейкинбэду, то там вот Уолтер Уайт, который, да, он до сих пор не выплатил за дом кредит, хотя там бывали флешбеки в какой-то момент, когда они такие, ну, мы сейчас этот дом покупаем, это как бы временное решение, а мы-то вот скоро будем в другой переезжать. И хоп, камера переводится, и уже сыну там 18 лет, а она только там, жена беременна этим первым сыном, а они все еще в нем живут, и еще его не выплатили. А Джесси Пинкман, ему от тети дом достался, потому что тетя умерла, он за ней ухаживал, она на него его переписала. Вот. Но типа, или нет, или она не переписала, он на его родителях, но он там просто жил именно в своем жилье. То есть, там абсолютно разные ситуации у людей, и как бы вот при этом тоже типа там не встретится, вроде дом большой, вроде много спален, а в подвал заходишь, и там именно нет особо фундамента. Там под досками тупо яма там, туда можно провалиться. Ну, то есть, там строительство-то тоже из-за того, что это в Нью-Мексико дело происходит, там не надо как бы супертяжелые кирпичные дома там для отопления и чего-то еще. Дома же толстые строили не столько ради того, чтобы там осаду держать от половцев и печенегов у нас, а для того, чтобы тупо тепло было и как бы отапливать было проще, вот это все. А в Нью-Мексико там особо отапливать-то нечего, там всегда норм. Поэтому там строительство менее капитальное, но вот даже на такое не у всех хватает денег. Опять же, ну, как бы судить о реальности по сериалу это такая себе затея, но я думаю, что плюс-минус как-то это отражает суть. Поэтому да, мы можем, наверное, сделать вывод, что коронакризис существует, и это как бы big deal. Я тебе больше скажу. Тут в комментариях на Шазу пишут, что типа в России в принципе такие же проблемы. Много знакомых вернулись домой из-за пандемии, особенно те, кто жил в Москве и Питере. В этом постыдного ничего нет, так как если нет работы, зачем сидеть на съемной квартире? Лучше уж вернуться и поискать временный заработок. Например. Смотри, а вот ты знаешь, интересно, а как в Китае? Раз, может, в разных странах. Там же по-любому с недвижимостью могут быть проблемы, почему-то, я вот так думаю. А там нету проблем жить вместе с родителями, потому что там нет пенсии. То есть там в общем и в целом культура семьи, она до сих пор такая, родоплеменная, плюс-минус. Я без как бы, без каких-либо этих, просто у меня у Алины, у нее же репетитор шитая по-китайскому, и они поддерживают до сих пор отношения, там в Вичате списываются, там фотками обмениваются и так далее. И она вернулась в отчий дом, и там именно семеро по лавкам, там все бегают, что-то возятся, отец, мать, дети. И как бы там дети чуть ли не с парами, то есть там именно к сыновьям переезжают их девушки, и это норм. То есть жить с родителями мужа, это как бы вообще не вподляг, ну просто у них вот так. То есть у них, опять же, это, наверное, не от хорошей жизни, но в общем и в целом как бы да. Опять же, возвращаясь, например, к опыту других стран, у меня в Германии друзья в Дрездене, и вот у нее, у Элки, у нее когда родители вышли на пенсию, они сразу резко перестали снимать. Они снимали квартиру Альтмарт-галереи, станция, трамвайная остановка, это самый центр Дрезден, это просто вот в центре ничего нет, там сразу Фрауенкирхи, Цвидгер, вокзал и вот это все. И вот они там снимали квартиру, база данных, сигнатур вирусов обновлена, мне тут всплыло. Вот, они там снимали квартиру, большую трешку, я прям, ну я там был, помню, в 97-м был, как сейчас помню. Вот, и они ее перестали снимать и сняли маленькую квартиру, там двухкомнатную, супер в пригороде. Ну, во-первых, потому что они тупо не потянули, потому что пенсия у них хоть и там 1800 евро, но 1800 евро, из которых ты тысячу откидываешь на квартиру, это как бы зачем? Если можно здесь снять там за 500 или за 600. Ну, короче, сильно, ну не сильно, даже дешевле, но они и то на это пошли. Они живут в одном городе со своими родителями, и у них это считается, что им повезло, потому что большинство людей получает какое-то образование, например, вот у нее сестра образование химик получила, а по химии там либо в Мюнхене работать в фарме, либо в Берлине именно там с красками и прочей такой штукой. Там не везде, не в каждом городе можно по каждой специальности найти работу, и вот эта трудовая, так сказать, миграция из города в город, там это прям очень распространенная тема. Они бы рады были жить в одном городе с родителями, видеться чаще, помогать, а то они так приезжают там на Рождество. Ну, понятно, что несколько раз в год они в общем видятся, потому что из Берлина до Дрездена как бы не ахти как много, там меньше 200 километров или там 220, не помню точно. Но в общем и в целом они не от хорошей жизни съехали от родителей, так бы они жили более кучно, ну просто потому что родители как бы и да. Да, но так, чтобы прям в одной квартире, ну наверное это прям вопрос. Хотя опять же, раз уж мы дианонимся, вот у наших друзей, они прям построили дом, то есть у них все нормально с работы, хотя им уже там по 60 с хреном, но они все еще работают, причем с ночными дежурствиями в больнице, то есть там как бы не жалею. И там типа ты начинаешься говорить, вот там тяжело, ну не тяжело, никого как бы не держим, можете идти нахер отсюда, да. Да, типа того. Но они себе смогли позволить дом, ну опять же в ипотеку, просто у них ипотека 0,6%, типа того, это смешно, но такие есть. Они построили трехэтажный дом, трехэтажный, ну на третьем этаже у них там мансардные две комнаты, но тем не менее, трехэтажный дом, а дети съехали. И они такие одни в этом трехэтажном доме, и нам все время пишут, типа если вам когда-то надо у нас остановиться или пожить, как бы милости, вы всегда знаете, что у вас в Дрездене есть дохрена место, просто потому что мы построили трехэтажный дом, а все дети съехали. Опять же, не от хорошей жизни, а потому что съехали работать в другие места. Вот надо у них узнать, вернутся к ним дети или не вернутся сейчас во время кризиса, потому что там, типа там, работу потеряли или стало тяжело оплачивать. Не знаю, это как бы следите за объявлениями в других подкастах, но да. Интересно. Наверное, коронакризис никого особо не щадит, типа того. А представляешь, кстати говоря, это же мы говорим про какие-нибудь, если про Америку, мы говорим про какие-нибудь такие, типа, там штаты в середине Америки, а представляешь, в Нью-Йорке где-нибудь. И, типа, там же придется к родителям возвращаться прям в квартиру, не дай бог. Где может быть даже один туалет. О, ужас. А там и цены на жилье, там раньше других вернулись к родителям, потому что там реально сразу, там 2500 в месяц отстегни за комнату. Ну, я аутрирую, но как бы думаешь, что там большие цены. Конечно. Снять дом в Бруклине, там, наверное, могут себе позволить только люди, у которых там свой магазин или там что-нибудь типа того, поэтому. Своя стоматологическая ветклиника. Ветклиника, да. Вот, кстати, ветеринары, возможно, и больше получают, просто потому что реже, и как бы, ну, спрос на это больше и все такое. Хотя, наверное, как всегда, хорошие хорошо, а плохие и нехорошо. Хорошо. Ну, да. Хорошо. Напишите, как у вас, вернулись ли вы в Нью-Йорк к родителям или нет. Да, мы пойдем дальше. Тоже новость с Шазу. Абсолютно не настолько остро-социальная, но, тем не менее, тоже с Шазу. Гордон Фриман совершил более полутора тысяч убийств в пяти играх серии Health Life. Звучит более астро-социально, если честно, чем любая тема, которая у нас была. Согласен. Особо у всех сердечко замерло, когда здесь сказано в пяти играх серии Health Life. И все такие... Да, 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 да. Но вообще, здесь, конечно же, имеется в виду Health Life, Health Life 2. Health Life 2 Episodes. Это отдельная игра, типа Episode 1 и Episode 2. 2 именно, по-русски говорить. Не 2, а 2. Вот. И Black Mesa, Black Mesa Xen. Black Mesa, Black Mesa Xen. Фанатские поделки, так скажем. Ну, это... Что это? Не считается. Там, может быть, много убийств. Ну, да. Там мод на бесконечные комбайны какие-нибудь. Ладно, в Black Mesa еще не было комбайнов. Неважно. В общем, мне чем нравится Шазу, у них очень короткие емкие новости, но есть всегда Сурс. И ты можешь в Сурс провалиться и утонуть в нем. Просто потому, что, как бы... Ну, мне понравилось. Да. И здесь на Reddit, собственно, оригинал, на RPC Gaming. Кстати, не знал, что такое есть, надо будет подписаться. RGaming знал, RPC Gaming не знал. Они посчитали реально. Причем они считали именно не просто там в Сурсы залезли и посмотрели, сколько врагов. Нет, они именно стреляли. Ну, то есть они, я не знаю, стримили они или записывали. Стреляли. И они писали, что там есть места, где бесконечные враги прут. Но мы, типа, экономили патроны, чтобы все-таки реальных врагов убивать. Потому что, ну, можно было тупо тут встать, все обоймы потратить. И потом только монтировкой дальше убивать было бы тяжело. То есть они именно в реальных условиях это считали. Хотя, казалось бы, зачем? Но почему бы и нет? 197 лайков у этого поста на Шазу написали. То есть, ну... В жизни далась у людей. Вот. Больше всего киллов в Half-Life 2. Ну, она... Почему-то я не сомневался. Да. Но она и подлиннее, и побольше, наверное, всех них. Вот, да. Да. Она, во-первых, подлиннее, во-вторых, побольше. В-третьих, там не как в первой там части. В основном инопланетяне, всякие зомбаки. Там именно, ну, типа, условные люди, да, комбайны. Это не люди, это какая-то организация захватчицкая, так сказать. Ну, гуманоидные, так сказать, враги. Хотя, подожди. Комбайны, это же присягнувшие. Я каждый раз путаюсь. Я не знаю лор Half-Life. Несмотря на то, что есть игры, есть Half-Life. Но я как бы все равно не могу, как рыба в воде в них, так сказать, плавать в этом всем. Я помню, ты узнавал. Я помню, ты узнавал, что такое комбайны, и мне почему-то показалось, что это все-таки люди. Да, да. Это типа лоялисты, типа того. И потому что Сергей Брин, или он кто он? Сергей Брин? Или как? Доктор Брин какой-то там. Мне кажется, Сергей Брин это основатель гугла. Ну, да, да, да. Ну, короче, доктор Брин, он тоже человек, и он именно тоже из тех, кто, так сказать, понял, что лучше сейчас сраку подставить. Именно сраку. Но хотя бы, так сказать, это. Остаться здесь главным, типа того. Поэтому в Half-Life 2 больше всего убийств, а в Half-Life 2 эпизодс меньше всего. Ну, они коротенькие, как бы, и да. Причем, да, здесь написано, что в Half-Life 2 751 убийство, из них 637 это комбайны. Ну, то есть, по большинству гуманоид. Здесь мне больше даже любопытна была не сама эта новость, а сам оригинал на реддите. Но давай по порядку. Во-первых, Black Mesa это ремейк. То есть, это не полный ремастер, потому что есть Half-Life как-то Source называется, это полный ремастер просто. А есть Black Mesa, это ремейк. И вот Black Mesa ремейк, именно просто Black Mesa, это до Ксена. То есть, до инопланетного мира. И там убийств меньше, чем в этой же части Half-Life 1. Потому что Black Mesa, это, ну, там, короче, некоторые левелы подсократили просто потому, что они слишком нудные. Но зато вот этот Black Mesa Xen, который вышел в том году, в нем, наоборот, Xen расширили по сравнению с первой частью Half-Life. Потому что это, типа, интересно, потусторонний, ну, как бы, инопланетный мир, там, туда-сюда. А в первой Half-Life, как будто бы, когда к Ксену подошли, уже надо было выпускать. И там, как бы, я просто сам помню, я же ее проходил. Там достаточно сумбурно уже идет. И там именно сложно за счет всяких прыжков каких-то там. Там уже именно с годмодом хочется проходить, чтобы быстрее уже узнать, как бы, конец сюжета. И вот, да. Хотя там нет, как такового конца, там очень висящий конец такой. Но этим, собственно, и прикольно. Поэтому в Black Mesa Xen в сумме почти столько же убийств, сколько в Half-Life, хотя они неравномерно в тех же местах, типа. Хотя, казалось бы, на это и насрать. Здесь дальше сравнивают с Джоном Уиком. Я не смотрел ни одного фильма, но, видимо, там очень много убийств. Раз с ним связывают, а, типа, там дохрена очень много. Ну, да, я думаю, что там много дохрена. Я тоже не смотрел, но, судя по всему, фильм состоит только из этого. Да, 377 убийств за три фильма. И даже если, там, не знаю, по минуте потратить на каждое убийство, ну, по минуте, понятно, это долго. Ну, короче, это реально дохрена для кино. Особенно, ну, там, наверное, не как «Властелин колец» трехчасовые фильмы. Наверное, там все-таки полтора, там час сорок, типа того. Поэтому, да. Ну, в общем, в сумме Half-Life, Гордон Фриман лишил жизни полторы тысячи человек. Более полутора тысячи. Хотя, опять же, учитывать Half-Life, Half-Life 2 эпизодс и Black Mesa, нет смысла, потому что Black Mesa – это, по сути, то же самое, что Half-Life 1. То есть здесь, опять же, это, ну, такое, новость ради новости. Да, и самое главное, что не человека, а каких-то, ну, наполовину человек, половину… Все-таки комбайны я посмотрел, ты прав был, это реально люди. И тут, видишь, это как бы… комбайны – это, короче, слишком такое просто речь. Есть силы Альянса некие, и в силы Альянса включены так называемые комбайны, это, видимо, человеческие силы Альянса, и там всякие ГОшники так называемые. Солдаты патруля Альянса, ну, короче, все чуваки, которые вот в этих масках гоняют. И вот это все реально люди, вот их можно. Но в Альянс входят всякие там еще синтеты, как здесь написано. Я просто смотрю на halflifefandom.com, femdom.com, и тут реально, короче, все написано, что еще в Альянс входят другие чуваки, но комбайны конкретно – это люди реально. Ну, хорошо, хорошо. Это, в общем, не ошиблись, и это именно те, которые жопу подставили, как я и говорил. Мне, знаешь, что интересно, а почему взяли именно великую… Я понимаю, почему, потому что великая игра, но… А почему не какой-нибудь там Doom? Я не знаю. Просто, что тут физик. Ну, типа, в Джона и Уике как будто бы он тоже… Или нет, там он типа профессиональный киллер, а тут не профессиональный киллер, а просто физик, а убил там в сто раз больше. Я думаю, здесь они на этом контрасте хотели просто сыграть. Повторюсь, новость ради новостей. Вот. Но, опять же, мне больше всего понравилось в этом то, я здесь дальше на Reddit все прочитал, о том, что они такие ждут, что, во-первых, будет Half-Life 3, и они там тоже посчитают. А во-вторых, они ждут Project Borealis. А Project Borealis – это тоже фанатский фанфик. Именно по… Помнишь, вы выложили сценарий третьего эпизода? Типа, слили, что типа, все, чувак, говорит, не будет выпускаться. Поэтому вот вам сценарий, который я написал. Год назад или когда-то это было. Вот. И по этому сценарию начали фанаты тоже делать игру. Назвали Project Borealis, потому что, собственно, проект Борей. Потому что именно так должен был третий эпизод называться. Ага. Окей. Вот. Проект Борей – это типа ледокол, и там именно события должны были как раз на ледоколе каком-то развиваться. И там то ли в конце эпизода 2, то ли в конце портала 2, ты выходишь, и там есть какие-то там вспышки, где этот Борей показан. Короче, там куча отсылок, и все такие «А, да, будет». И вот так мы уже с тех пор закончили школу, университет, скоро дети наши уже в садик пойдут, да. А все еще нету Half-Life 3, и вот Project Borealis сделают. Не знаю, как скоро его, так сказать, сделают, но да. Вот. И они такие, вот будем там тоже считать. Потом они говорят, что в Аликсе мы не считали, потому что там уже не Гордон Фримен. Угу. Вот. Потом они пишут, что Аликс вообще-то возвращается к корням Half-Life, что это все-таки survival. Ну, типа Half-Life 2 – более комфортная игра. В первом Half-Life ты играешь, тебя щемит. Тебе кажется, что надо быстрее играть, потому что тут монстры какие-то там, ну, ощущение безнадеги какой-то. Это правда, я помню его. А Half-Life 2 – там оптимистично. Там ты такой на багги едешь, сейчас мы поможем, сейчас вот-вот победим там туда-сюда. И вот в эпизодах опять скатывается в безнадегу, и в Аликсе типа вообще опять безнадега. Я не играл, даже на Ютубе не проходил. Кстати, ты проходил на Ютубе или нет? Да, я какую-то часть прошел на Ютубе, да. Ну, вот, короче говоря, суть в том, что, скорее всего, скорее всего, надо посмотреть. Мне просто теперь интересно. Я тебе могу так сказать. Во-первых, мне и во второй части щемило. Погоди секунду. Не, они еще не приехали. Да, ну что, ему передать или что? Он жив. А, ага. Алло, да. Да, вот, во-первых, мне и во второй части щемило. Так. Но, видимо, меня бы в первой части еще больше щемило. Во-вторых, в Half-Life Alyx там survival еще за счет того, что это VR, и ты как бы сам по себе себя чувствуешь немного не в комфортных условиях. Казалось бы, должно быть, типа, комфортнее, но на самом деле нет. Да, ну, ты больше чувствуешь, что ответственность на тебе. То есть реально ты же как бы действия совершаешь. Единственное, там темп сильно сбивается из-за головоломок, которые дополнены. То есть и так, на самом деле, много головоломок. Ну, можно назвать их головоломками. В Half-Life основном... Ну да, там же с физикой есть всякие замуты. Да, вот эти всякие замуты. Там тоже в VR есть замуты, но там еще замуты, знаешь, всякие открывания замков, там надо соединять. И как бы из-за этого темп. Возможно, поэтому первая часть, самая первая часть, была более, типа, такая щемящая, и, типа, тебе хотелось бежать, потому что там было, типа, меньше, как бы, вот таких вот заказов. А там действие-то, там только бежать да стрелять. Там больше и нечего было. Ну, там тоже были, на самом деле, головоломки. Я реально там затупливал местами, просто я не знал, что делать. Вот. Но это, может быть, просто о другом говорит. Да. Ну, может быть, я не знаю. Я не знаю, может быть, там тоже надо ящики поставить в правильной последовательности, типа, классики, вот это все. Но, короче, из-за этого темп теряется, и, соответственно, ты не хочешь бежать в VR. Ты там медленно такой... Ну, тоже щемит, наверное, да. Поэтому ты можешь посмотреть, как бы, на Ютубе хотя бы начало, чтобы ты вообще понимал, о чем. Потому что я не смог все посмотреть. Я еще смотрел, естественно, у PewDiePie в прохождении. Это там не... Это не идеальное прохождение, скажем так. Ну, понятно. На рофлах, он постоянно какие-то банку кидает на банку, чтобы кинуть... Надо условно Виллафгеймса какого-то смотреть. Надо смотреть, да. Лучше вообще без комментариев. Или Русгеймс Тактикса, который даже без вебки это пишет. Да-да-да, вот такие же, чтобы максимально чувак проходил вперед шел, а не стоял на месте. Но мне понравилось то, что я увидел, по крайней мере. Ну, я уже говорил, это пришел, по-моему, я говорил, что классно, короче, там... То есть, нет даже смысла... Если хочешь, конечно, узнать историю, надо посмотреть весь. Но так просто я удовольствие получил там от своих там нескольких этих видосов, которые я посмотрел. Поэтому прикольно, да. Сколько там убили, я не считал, опять же. Но мне казалось, там не очень много врагов. Ну, подожди, там комбайны тоже в основном? Тоже комбайны, тоже в основном. И там все так же, вот эти лизуны сверху с языками этими, я не знаю, не помню, как они называются. Все то же самое. Вообще, это как будто Half-Life 2, только в VR. Ну, понятно. Ну, это даже и хорошо. Тот самый филинг возвращается. Возможно, да. Смотри, мне еще что-то понравилось. Они пишут, что вообще-то каждая Half-Life игра у Вольф, именно Вольф, решала... Ну, то есть она являлась каким-то техническим прорывом. Ну, то есть в Half-Life просто первый, ну, наверное, ну, типа делали. Half-Life 2 это был Source, Super Fizone. Lost Coast первая игра с HDR. В эпизоде 1 новый искусственный интеллект очень крутой. В эпизоде 2 еще более кинематографичная физика. В Аликсе VR. Аликсе. И типа, что Half-Life 3 они, скорее всего, сделают, когда какой-то будет новый глобальный рубеж в технологиях, чтобы, соответственно... Ну, VR просто. Half-Life Go. Или... На телефонах, да. Как Diablo Immortal. Да. Смешно. Ну, короче, вот именно когда они, скорее всего, новый какой-то рубеж будет для преодоления, типа тогда сделают Half-Life 3. Мне понравился вывод. Правда, возможно, он точно так же окажется несостоятельным, как мой вывод по поводу того, что сегодня припатч должен был выйти в Вовковске. Но, как бы, да. Это уже... Ну, ты им хороший, Атмаз. Они теперь будут ждать технологию, чтобы выпустить игру. Это даже и не я, а пользователь с ником TK576 на Реддите. А, ну, ладно. Причем у него флаг Бельгии на Аватарке. Мне кажется, это сам просто зашел. Габен. Смешно, да. Он такой, блин, надо как-то отмазать. Ну, вообще, я прям жду. Ну, то есть, они нагнетают максимально. То есть, прям, когда сделают, будет, похоже, прям вообще отрыв башки. Ну, да. Причем никто не сказал, что Half-Life Аликс плохо, поэтому там, в принципе, всегда отрыв башки есть. Ну, и круто. И круто, да. Давай, Никит, скажи, что мы обычно говорим после таких крутых новостей, как Half-Life. После таких крутых новостей мы вам говорим про очень крутой хостинг SmartApe. Можете зайти на ewebdesign.ru. Слэш SmartApe. Там есть реферальная ссылка. Вы можете по ней зарегистрироваться и использовать классный хостинг, который стоит в России и подходит под все стандарты. Если что. То есть, вам ничего абсолютно не будет за то, что вы его используете. И ничего там случайно не закроется и не накроется. И самое главное, мы его сами используем на всякий случай, потому что некоторые люди пишут, вы вообще сами-то использовали SmartApe? Так вот, все стоит на SmartApe. И ewebdesign.ru в том числе стоит на SmartApe. Уже я не знаю, сколько лет. И никуда не девается. Реально, годы, да. И я могу сказать, ты говоришь, соответствую всем стандартам. Самый главный стандарт, которому соответствует, это низкая цена. У них реально очень хорошие цены. До сих пор даже на домен. Для РФ это тот самый стандарт, который должен быть. Да, особенно в условиях, так сказать, коронакризиса. Ну и, кстати говоря, мы очень плавно из SmartApe перетекаем в следующую темку, потому что там про почтовый сервер. И несмотря на то, что нас авторы статьи пытаются переубедить, что почтовый сервер не нужен большинству людей. Они там, правда, свои хостинг-услуги предлагают. Мы не будем их называть. Но, в общем, это будет соответствовать и ВПС-ке на SmartApe в том числе. Поэтому давайте перейдем. Давайте. Мы снова здесь после небольшой паузы. Уже по бреду, причем вообще другой свет. Ну, то есть солнце-то уже зашло. Я больше скажу, я уже в толстовке сижу, знаешь, уже все сменилось. Да, я тоже теперь в толстовке. Я не знаю, я на том же месте сижу или нет, но мне насрать. В общем-то, да. Мы сказали вам о том, что если вы вдруг хотите поднять свой почтовый сервер, сразу дисклеймер. Лучше это сделать на SmartApe. Реферальная ссылка в описании. Вам наплевать, а нам приятно. Я имею в виду, вам наплевать, так оплатить или так. Вы же больше-то не заплатите. А зато нам копеечка упадет. И не только копеечка. Понимаете, вот мы сами на SmartApe на одном из дорогих тарифов сидим. Если вдруг копеечки мало начнет падать, нам перестанут его давать бесплатно. Поэтому здесь как бы важны даже не столько, чтобы мы вот эти прям физические деньги получили. Хотя это тоже важно. Сколько то, что мы свою, как бы сказать, жопу прикрываем. Ну да, чтобы хотя бы вебизайн.ру хранился бесплатно. Потому что там уже гигабайты подкастов. Они же все, именно MP3-шки, все там лежат. И как бы это проблема была, когда недавно у нас... Я не помню, я рассказывал это в подкасте или нет. Но это, в общем, в тему, поэтому расскажу коротко. У нас именно в базе данных я поставил плагин профилирования на сайт. И плагин профилирования, он писал прям кучу дейты по поводу каждого посещения и так далее. И, короче говоря, 35 гигов в базе данных было засрано тупой инфой от этого профилирования. Ее, по идее, надо включать там на 15 минут, чекнуть, что кого. И на основе этих данных как бы сделать что-то. А тут он именно 35 гигов уже записал. Все, у нас кончилось место на супер наших NVMe-шных SSD-шках. И мне пришлось с корнем вырывать вообще всю базу данных. Потому что никакие дроп-датабейсы, ничего не работало. Потому что там миллиарды записей за это время накопились. Он года полтора профилировал или год типа того. Так ты бы посмотрел, что там на профиле? Так оно и посмотреть невозможно. То есть там настолько любой запрос по таймауту отваливается, что как бы вот да. И мне пришлось полностью снести всю BD, предварительно сделав бэкап того, что нужно. И я там именно с корнем выдирал. Вот у этой базки, вот эти базки все забэкапить? А именно у нашей веб-дизайнской я потаблично бэкапил и потаблично потом разворачивал. Но я это сделал. Это практически операция на открытом сердце была. Бесперебойно это было. Ну там перебой, может быть, аптайм 99-99 примерно такой был. Мне представилось, что ты как в Волоселине КРС первым, как Гэндальф, приехал в библиотеку. И сидел, и ты вот так вот именно с трубкой, и вот так вот нахмурившись. Я перед этим читал мануалы, как это сделать, да, так с трубкой, а потом уже вот да. Нахмурившись сидел вот так. И у тебя именно приходы ока. Да, я переворачивал именно страницы, там, съемка с руки, там, с ноги, вот это все. Да, это правда. Надо стул смазать мне. Все. Идем на... Какой жидкий, жидкий. Жидкий, да, его бесполезно уже смазывать. Решаем, нужен ли вам почтовый сервер. На хабре статья. Статья о том, что сейчас очень модно в условиях нелюбви к корпорациям уходить, типа, с почтовых хостингов, типа, там, Gmail, Яндекса и вот этого всего, потому что, а, там, логаритмы читают письма. Или еще хуже, товарищ майор читает письма, которые ему Яндекс, там, сливает или что-то такое. Это предположение авторов статьи. Наше мнение, может быть, не совпадает с этим. Наше мнение с товарищем майором совпадает. Да, наше мнение с товарищем майором только совпадает, это точно. Так вот, и, в общем, суть в том, что, кроме того, что корпорации читают, еще и, типа, ботов на этом натренировывают, потом у вас реклама там не в поп... Ну, то есть, это плохо. Типа, людей это бесит. Вот. И все, как бы, сейчас, кто за приватность, они поднимают свои почтовые сервера. Но, опять же, а вдруг это оверкил, говорят нам авторы статьи. Вдруг можно просто уйти на какой-нибудь протон-мейл, который гарантирует супер, там, приватность. Там, каждый раз надо тебе код присылают, и там, не то, что двухфакторка, а каждый раз тебе авторизационный код, типа, вместо пароля. То есть, у тебя даже там пароля нет. Тебе каждый раз код по СМСке приходит, которым ты логинишься. Какой-то киви-стиль, знаешь. Ну, да, тут именно вот такого плана. Естественно, там работает по системе email over tour. Вот. То есть, он, в отличие от других прочих сервисов, дружит с луковкой. Это цитата из статьи. Вот. Но протон-мейл, естественно, не очень хорошо работает с СМТП, там, ну, по исходящей. Короче, это все плохо. То есть, там, чем больше приватности, тем больше танцев с бубном нужно, чтобы этой приватности, так сказать, достичь. И поэтому большинству пользователей, скорее всего, будет неприятно это юзать. И проще уже свой почтовый сервер поднять. Потому что это надо один раз будет по Гендальфу с трубкой посидеть. Поднять, как бы, и да. Ну, понятно, что вам нужно, соответственно, оплачивать хостинг. ewebdesign.ru slash smarttape. Реферальная ссылка в описании. Вот. И там это все хранится. Но зато вдруг вы даже протон-мейлу не доверяете. Хотя администрация протон-мейл как бы, ну, говорит, что у них все четко. Они ничего не читают там и так далее. Я, кстати говоря... Ну, они хоть что-нибудь там читают в своей книге там. Они свои, да. Как, опять же, администрировать это все дело. Чтобы ты понимал, у них даже есть... Они официально признали, что у них есть проблемы на популярных сайтах. Некоторых нельзя зарегаться с протон-мейловской почтой. Ну, то есть, это, опять же, это именно обмениваться телеграммами, так сказать. Ну, можно. Но полноценно имейлом пользоваться уже тяжело. Поэтому, да. Я пользуюсь, например, для таких всяких гендальфных дел. В feemail.net есть. Тоже у них там какие-то куча... Три варианта разных протоколов, логина и так далее. То есть, там тоже очень круто все. Они тоже ничего не читают. И, судя по тому, какой у них ужасный веб-интерфейс, как все там тупит. И там нету авторефреша страницы даже. Там надо кнопочку рефреш нажать, чтобы письма прочитать. И почему-то там по дефолту отсортировано так, что самые новые письма внизу, а не вверху. Ну, короче, там просто ад какой-то. Но, типа, приватно. Вот. Если вот от этого всего у вас сейчас creepies, мурашки, то вы идете и делаете свой почтовый сервер. Вот так вот. А, это как бы уже решение. Это решаем, нужен ли он нам или нет. Да-да-да. То есть, это как бы нас подводит к тому, что, видимо, нужен. Вот. Ну, и опять же, много кто ставит свой почтовый сервер только для того, чтобы у них был их домен. То есть, там, как у меня, me.sobaka.websania.ru. Ну, на самом деле, для этого не обязательно свой почтовый сервер. Можно подвязать домен, купленный к гугловскому или яндексовскому или мейловскому DNS-серверу и почту через них сделать. Ну, а веб-составляющую уже к себе на хостинг увезти. То есть, там, в NS-записях это записать. Но, опять же, тогда будут читать. Поэтому, если только для красоты, можно заюзать Gmail for Business там, или как это, Mail for Business называют, когда свой домен подвязывают. А если все-таки, чтобы не читать, опять же, вам нужен свой почтовый сервер. Все. Ну, и к этому нас подводит, что, на самом деле, сейчас это до хрена просто. Это учитывая, что софт для почтовых серверов, ну, для линуксовых серверов, типа вот PostFix, самый дефолтный, вот у нас на ее веб-дизайне PostFix поднят. А у нас, кстати, там свой почтовый сервер, по бреду. Но мы его натаскали через цифровые подписи. Все-таки мейловые. Короче говоря, мы верифицируем. Потому что по дефолту практически везде будет в спам просто попадать. То есть, опять же, это будет плохо. Ты будешь договариваться через work собакаюэпдизайн.ру, здесь титр должен быть, вот, и твои ответные письма попадают, соответственно, клиентам в спам. Просто потому, что тот сервер, ну, на котором размещается ваш сайт, он не такой доверенный, как мейл. Поэтому существует... Я, кстати, не знаю, если я подписываю через ДКИМ, по-моему, цифровые подписи, называется D-K-I-M, читают ли мейл наши письма? Из-за того, что... Ну, видимо, уже да. И как бы... Ну, блин. А мы вот хотим свой почтовый сервер, потому что, ну, как бы, все базы, они лежат... Я думаю, не читают. Иначе какой в этом смысл? Просто так? Чисто поэкспериментируй? Здесь, кстати, написано, что часто это делают люди, которые просто любят эксперименты, и у них уже там свои NAS-сервера для облак, свое домашнее облако, и вот это все. И Raspberry Pi еще это все контролирует. Ну, ты понимаешь, вот эти люди, они это просто как бы им по фану, они такое ставят. А для тех, кому вот, ну, утилитарно это надо, да, можно поставить постфикс и страдать от того, что попадает в спам. Типа того. Ну, здесь, опять же... То есть, практически нет вариантов, на самом деле. Нужно подписывать все равно большими чуваками какими-нибудь. Ну, это для, как бы сказать... По идее, вот по идее, если ты такой конспиролог Киана, у тебя для конкретных дел одна, один ящик, для открытой работы второй, для закрытых третий. Для конкретных дел. Да, да, да. И конкретные дела уже ты готов. Ну, типа, когда ты по конкретным делам пишешь собеседнику, он проверяет спам. То есть, он... Он только в нем и сидит. Да. Он контролирует на... У него это, собственно, рабочая папка, потому что все туда и попадает. Поэтому, ну, это как бы... Это... Ты с этим живешь, когда ты этим занимаешься. Вот. Конец истории. Это цитата. Далай Лайминг. Напишите нам в комментариях, если что-то я не так понял. Ну, а как? Я не верю, что я что-то не так понял. Я готовился. Посмотри, вот первый комментарий к этой статье. У личного сервера есть неприятная особенность. Домен периодически может попадать в стоп-спам-листы. Видимо, это то, о чем ты говоришь. Да, конечно. Потому что, судя по всему, всем приходится работать через больших чуваков, а через маленьких чуваков, через самих себя, а не только вот для тех, кто спам обновляет, пишут. Вот да. Особенно, видишь, там пишут, что вдруг один раз, разочек вы не на смарт-тейпе, а на каком-нибудь плохом хостинге хостились, вас взломали, один раз с вашего почтового сервера отправили 10 тысяч писем спамовых. Случайно. Да, в секунду. И все, вы попали в стоп-листы, и потом всю жизнь в спам попадаете. Поэтому как бы здесь надо прям, ну, с чистого листа, возможно, начинать когда-то, чтобы вот все прям круто было. Здесь, как обычно, есть умники, которые спорят с этой теорией, что вот если у вас какую-то фигню запускает пользователь, или вы сами, это проблема не пользователя или тема почтовой сервера, а проблема вас, как сисадмина. Простите, коллега, а как мое сисадминство спасет меня от внезапного zero-day эксплойта, пришедшего по почте в docx, xlx, xpd в документе с ящика контрагента? Ну, то есть, да, здесь опять же вас могут вклячить непосредственно ваши, опять же, собеседники, которые что-то пришлют, все будет скомпрометировано и так далее. Блин, звучит, как будто новая часть матрицы все-таки снимают, и ты сейчас сценарий читаешь. Ну, вот, Жильза, я ожидаю ваших комментариев, уважаемые зрители и слушатели. Если вдруг вы нас слушаете где-нибудь на подкастах... Если в спам вам попал этот подкаст... Да, перейдите на YouTube и там нам напишите, нам реально важно ваше мнение. И колокольчик еще поставьте. Можем двигаться дальше. Давай. Дальше, короче, тема про то, как картинка, которая одновременно является кодом, сделана на джевоскрипте. Ух ты. Неужели удивляться именно? Че, серьезно? Вау! Вау! Вот это тема, блин! Короче, некий Себастьян Стэм заморочился и, ну, наверное, потратил какую-то уму просто времени, чтобы сделать так, что картиночка, картиночка. Это джевоскрипт. А джевоскрипт – это картиночка. Ух ты. Он здесь развивает тему про то, что вообще картиночка – это же что? Это двоичный код, по сути. Угу. Вот. И есть джевоскрипт, который просто код. Угу. И он здесь, значит, задумывается, а как вот я, может быть, хочу, может быть, я хочу, чтобы на джевоскрипте картиночку написать. Угу. Вот. И задался вопросом, можно ли создать файл изображения, одновременно являющийся допустимым синтезисом джевоскрипт, чтобы его можно было исполнять? Что ты исполняешь? Вот. И он реально сначала подумал, хм, может быть, весь код картиночки, вот если картиночку вы откроете, допустим, любую, через текстовый редактор, вы увидите, как бы, как она выглядит на самом деле для нормального человека глазами. Того, кто матрицу смотрит. Да, который сценарий читает. Да, да, да. Так. Вот. Значит, откройте и поймете, там досвидос что. Он подумал, а что если... Причем не двоичный код. Вообще-то 16-ричный, наверное. Тут вот пары последовательности байтов. Например, там 89, 54. Да, да, выглядит 16-ричный. Да. Сказали мы, поправляя плащи и очки. Вот именно, 16-ричный, конечно. И, значит, чувак начал думать, хм, может быть, просто я в коммент запихну цифры все, эти, которые вот, весь код, цифры. Код весь запихнул. Значит, все картиночки. И тогда, в принципе, в целом, получается картиночка. Но только ее JavaScript схавает, потому что это же, ну, комментарий. Но не тут-то было. Как бы, естественно, картиночка не может начинаться со слэш-звездочка. То есть, просто нельзя сделать это одним большим комментарием. Картиночка должна начинаться с определенных байтов вот этих вот. Последовательность определенная у них должна быть. Соответственно, он начал думать, хм, а как можно, как сделать-то лучше? Хм. И он решил сделать некую переменную, переменную, в которой будет записываться вот это то самое число, которое будет в самом начале, которое и говорит, что это картиночка в системе. И кроме того, что он сделает переменную, то есть он будет вызывать ее сразу, и сразу будет, получается, файл думать, что это, ага, это вот тут такие-то, короче, байтики, значит, картиночка. И он сначала попробовал PNG, и PNG-ха у него, короче, не поперл. Угу. Потому что, короче, сейчас я вам скажу, почему. Файлы PNG всегда должны начинаться с последовательности байтов, вот 89, 50 и так далее. Угу. Этот заголовок файла привел меня к следующей идее, что если использовать эту последовательность байтов как имя переменной и присвоить ей значение длинной строки, PNG равно all of the binary image data, мы используем шаблонные строки вместо обычных строк. Ну, здесь пишут, что они косые кавычки используют, которые, кстати, только в ECMAScript 6, по-моему, появились. Соответственно, эта фишка не работает со старыми браузерами. Но это что-то я так, в сторону просто. Ну, все верно, все верно. Сейчас я причем загуглю вдруг не с ECMAScript 6. Меня уволят просто после этого тогда. Потому что двоичные данные могут содержать разрывы строк, шаблонные строки с ними справляются лучше. К сожалению, большинство последовательностей байтов в заголовках файлов изображений содержат непечатанные символы, практически непечатную лексику, которые нельзя использовать в именах переменной. Но есть один формат, который мы можем использовать. Это GIF. Блок с заголовкой GIF имеет вид 47, 49, 46, 38, 39, 61. Что удобно преобразуется в ASCII в строку GIF 89A. Абсолютно допустимое имя переменной. То есть была проблема с именем переменной. А в GIF просто все цифрами. И эти все цифры, хоп, и в ASCII просто переделываешь. Прикольно. И хоп, и получается допустимое имя переменной GIF 89A. Он такой, хм, круть. Соответственно, это я могу сделать. Теперь, короче, нужно сделать все остальное. Там он делает, короче... Теперь, когда мы нашли формат изображений, начинающийся с допустимого имени переменной, нам нужно добавить символы знака равенства и обратного апостола. Следовательно, следующими четырьмя байтами файла будут 3D09604. Короче, тут начинается реально новая серия Lost. Вот в этом, короче, статье. И чувак начинает подбирать. То есть он, кроме того, что начало файла, естественно, должен быть определенный конец у файла. Потому что именно так система понимает, что картиночка закончилась, как бы, и полностью это вот конечный. End of file у картиночки, скажем так. Вот он все это, короче, понимает реально. Он все это переводит тоже так, как надо, короче, в определенные переменные. Все, короче, делает. Он это автор. Автор, да. И, соответственно, у него реально получается, что он фактически любую гифку... Немножко там ему пришлось с напильником подработать, потому что реально у него начинается в какой-то момент искажение картиночки. Причем он здесь даже прям показывает, какие искажения. Прям вот реально у чувака морду исказило. Это причем достаточно смешно. Это некий вид искусства даже. Конечно, конечно. Мне кажется, он должен был оставить с искажениями, чтобы классно выглядело. Но он, короче, с ними все равно поборолся. Он там удалил ненужные штуки, которые примешиваются вместе с JavaScript кодом, короче. Или то, что не домешивается. Он, короче, именно максимально игрался, сидел, вычислял там, сидел вот так вот с лупой и с микроскопом. Так. Все, сделал завершение файла, как я и сказал. И уговорил браузер исполнить изображение. Потому что просто так, естественно. После всего этого у нас, наконец, есть файл, являющийся одновременно и изображением, и правильным файлом JavaScript. Однако, нам нужно преодолеть последнее препятствие. Легенькое такое препятствие. Если мы загрузим изображение на сервер и попытаемся использовать его в теге скрипт, то, скорее всего, получим подобную ошибку. Отказ от исполнения скрипта, потому что его мими-тип не является исполняемым. То есть, браузер справедливо говорит, это изображение, я не буду его исполнять. И в большинстве случаев это вполне уместно, но мы все равно хотим его исполнить. Решение заключается в том, чтобы просто не говорить браузеру, что это изображение. Для этого он написал небольшой сервер, передающий изображение без информации заголовка. Без информации о мими-типе из заголовка браузера, браузер не знает, что это изображение, и делает именно то, что лучше всего подходит в контексте. Отображает его как изображение в теге имг, или исполняет как JavaScript в теге скрипт. Понятно, он подменил хедеры, чтобы там мими-тайпа не было. Правда, очень часто фронт-эндовый код так завязан, что мими-тайп палится, ну и в зависимости от этого там иконка какая-нибудь показывается или что-то еще. Понятно, что можно по расширению, типа .gif, но через мими-тайп это как бы более bulletproof-но. Но теперь мы знаем, что не всегда. Но вообще, конечно, это такое себе. Это же надо реально видоизменить то, как по дефолту Nginx отдает там файл и так далее. Поэтому это странно. Но, допустим. Ну, видишь, странно-не странно, но чувак, чувак, говорит, а зачем мне это все? В конце он философски начал размышлять. И после того, как это вот все познал. И говорит, этого я пока сам не понял. Такая задача – хорошая разминка для ума. Но если вы сможете придумать ситуацию, в которой она действительно может быть полезной, то сообщите. Как ты вот сходу можешь придумать что-нибудь или нельзя придумать ситуацию, для которой нужно картиночку прямо из джаваскрипта преобразовывать? Да видишь, здесь же суть в том, что это и картиночка, и джаваскрипт. То есть, если ты ее в имге разместишь, она будет просто как картинка. А если в скрипте, то там внутри есть там алерты, неалерты, какой-то код, который выполнится. Так. То есть, типа, ты можешь сэкономить таким образом один HTTP-запрос. Ну да. Потому что ты в одном файле передаешь и картиночку, и скрипт. Правда, этот файл будет, скорее всего, двойного размера. Но опять же, до HTTP-2, который мы с тобой часто раньше обсуждали, что он вот-вот выйдет, и там будет суперпараллельная подгрузка маленьких файлов. Не надо будет, как раньше, в один файл все сгруппировать. Ну, честно говоря, вот давай откроем хаббар, просто посмотрим, здесь есть HTTP-2 или нет. Ну, честно говоря, откроем. Хаббар. Имг. Вот, картинка. Сейчас посмотрим. Сейчас выяснится, что я не знаю, как это смотреть. Так, разметка. А, это я в этом все вспомнил. Сеть. Во вкладке сеть смотреть. А, изображение. Да, да, сек. Сеть, F5. Сейчас я подгружу заново здесь все говно. Ну, это условная какая-нибудь фав-иконка. Так. Я практически по твоим следам иду. Что ты идешь и идешь, а не вижу я ничего. Ответ. Тайминги, стек вызовов, защита. Ну, это надо вырезать. Ну, это где-то здесь смотрится. Блин, мам. Ну, где-то тут. Они, походу, вырезали. Они модифицировали сервер. Блин, чтобы вырезать. Пацаны, девчонки, подскажите нам, где смотреть, а мы пойдем дальше. Да, где-то это можно... Хотя, подождите, стой. Тебе нужно что, HTTP-2 посмотреть? Что идет? Один или HTTP-2? Вот, я смотрю. Просто взял какую-то PNG-шку через сеть в изображение заголовки, и там версия HTTP-2 написана. А почему у меня нету? Я тоже смотрю заголовки, и у меня вообще там нету. Ты какой браузер? Firefox. Я тоже. Блин, ааа, вот на JS-ке есть, а на PNG-шке нету. Вот, может быть просто... Но у меня и на PNG-шке вот тут есть. Ну ладно, видимо, не на каждой. Они подменились. Подменились. Да, на JS-ке HTTP-2. Ну, окей, здесь сделано. А у них даже еще какая-то улучшенная защита от отслеживания. Вот, они изменились. Это только если... Ну да, на некоторых нету, действительно, я вижу. На некоторых нету, которые... А, так это причем не у хабра, это у Twitter-кома HTTP-2. Они же с Twitter-а это сервят. У которых статуса нету, короче, да? Да, да, да. У которых статус... Да, у них нету статуса, есть такие, да. Там, где 200, вот у них все нормально. Ну, подожди. 100.org. Хабра-сторич, видимо, это точка орг. Да, HTTP-2. Да, да, да. Ну, окей, что... А, просто хабра-сторич, точка орг, HTTP-1.1. Не везде, GP-шки именно через HTTP-1.1. У них, видимо, CDN-ка такая. Вижу. Нет, я вижу и PNG-шки через... Та самая, я, короче, открыл. И та самая хреновина, которая... Ладно, неважно. Просто фав-иконка 16 на 16 у хабра, короче, тоже HTTP-1.1. Да, у меня вот там, где др-хабра-сиден.нет, да? Или где что? Да, да. А, у меня у нее нет. Ну, видимо, потому что уже она из кэша у меня загружена просто, и все. Ну, реально. Ну, из кэша. Короче, не все, не везде. Ну, 100.org там 2.0, а с хабра-сторич.org там 1.1. И хабр-ком тоже 1.1. Короче, вот... Я, блин, с чего мы... А, вот тут можно сэкономить, когда HTTP 1.1 в одном файле отправить и картинку, и скрипт. И типа чуть-чуть быстрее подгрузиться. Ну, это вот так, сходу, на чем можно, так сказать, сэкономить. Ну, хорошо. Экономим вместе с ювеб-дизайн. Это смешной девиз, учитывая, что в следующем мы говорим о том, как можно не экономить. Вот если вы неэкономны и хотите нас поддержать, можете перейти на patreon.com.patreon.com.com и нас поддержать. Там есть разные тиры, можете разное количество денег нам занести, за разное количество денег получите разные бонусы. Вот. В общем, и в целом бонусы там расписаны. Иногда бывают спешл-бонусы в виде физических товаров всяких разных. Ну, такие отправки там раза 2-3 в год происходят, поэтому... Ну, вообще, мы отслеживаем, кто нас когда поддерживал. И даже если там были люди, которые в феврале, в марте нас поддерживали, отправку я делал то ли в июне, то ли в июле, я уже не помню. И я этим людям все равно дослал стикеры. И большинстве своем даже их получили. Поэтому как бы, ну... Да. Мы не обманываем людей, просто, ну, иногда надо будет подождать, потому что каждый месяц на почту гонять как-то вообще несподручно. Причем мы отправляем даже в очень страшные страны, в далекие. Да, да. За океаны, за море. Эта практика выяснила, что самая далекая страна – это Швеция. Потому что бедный Никита Ларк все еще ничего не получил. Ну... Даже до Массачусетса уже доехала, а до Швеции еще нет. Там скандинавская модель, понимаешь? Там скандинавский социализм. Скандинавский социализм, да. И там Швеция, напомню, единственная страна, в которой... Ну, или там две такие страны – Швеция и Белоруссия, в которых не было карантина. И, видимо, там их вот так не было, что до сих пор почты не пропускают письма. Людей выпускали, а письма нет. Поэтому, не знаю, посмотрим. Каким-то хреном все еще реально. Написано, что подготовлены к отправке в Швецию, и то ли на таможне прямо его потеряли, то ли... Обидно, странно. Причем, по-моему, с Никитой Ларком это не первый раз уже. Что такое-то? Хочется уже отправить кому-нибудь в Питер, чтобы он доплыл там через Балтийское море и передал. Ну, потому что невозможно уже как-то это. Курьера надо нанимать. Короче говоря, да, patreon.com slash webdesign. Любой, любой наш патрон, даже 1 доллара, получает наше пришоу. И всякие behind the scenes фоточки, нудисы. Нудисы нашего компьютера нового. Вот я здесь показываю вам. Пост заблокирован. А разблокируйте, если станете вдруг патроном. Поэтому это стоит того. Плюс у нас здесь всякие голы были. Вот мы запишем скетч и выпустим его эксклюзивно для патронов. Он есть, но еще не смонтирован. Но как бы записали. А за 600 долларов наконец-то сможем делать эксклюзивные переводы интересных зарубежных статей на наш сайт. Вот и пороверьте, правда это или нет. Занесите нам 600 долларов в месяц. И раз в месяц будем что-нибудь переводить. Спасибо. Ссылка на Patreon у нас, разумеется, в описании. Хорошо, отлично. Спасибо большое, кто заносит уже. Мы, кстати говоря, в конце выпуска перечисляем самых отличившихся. То есть тех, кто от 5 долларов заносит. Поэтому, если вы вдруг хотите услышать себя, то не переключайтесь. Обязательно до конца дослушайте. Или просто в конец включите. Да, там в темках, по-моему, в тайм-кодах написано, где мы патронов называем. Следующая тема – это утерянное искусство скинов для Винамп. Вот. Итак, легендарный плеер, тот самый Винамп, который мы все знаем, который был в 90-х так популярен. И в 2000-х даже. Да, конечно, в 2000-х точно был. Значит, он, как мы знаем, загнулся, конечно. В 2013 году вообще прекратили поддержку. А в 2018-м вроде как чуть-чуть всполыхнули вроде там. Ну, что-то мы вот сделаем. Но все загнулось. Вот тот самый Винамп, он был легендарен, конечно, в 90-х. И все слушали, мне кажется, все слушали MP3-треки, скачанные на компьютер через Винамп. И наверняка многие из вас знают, что на Винамп можно было всякие разные скины накатывать, ставить разные темки. И кто-то, может быть, даже знает, что можно было делать темки самому. И, может быть, кто-то даже и делал темки. Вот мы сегодня об этом поговорим. Кроме того, что есть вообще печальная история, конечно, с самим Винампом. Не в том плане, что кто-то умер. Хотя, если про продукт говорить, что он умер, то он умер. Джастин Франкель. Он живой, все нормально. Когда он сделал, значит, Винамп, он думал, что все прорыв, да свидос. Они там чуть ли не вчетвером делали эту программу. И в каком-то году они вообще думали, е-мое, что-то что происходит. Мы же вообще самые крутые. Мы всех вообще поработим. Они обошли все Windows Media Player, встроенные все, что в Винду было. Все вообще, все использовали Винамп. Но где-то с 2003 года как раз-таки все пошло на спад. Потому что, во-первых, Винамп купили АОЛ, некая корпорация. Как всегда корпорации, кибербанк. Как всегда АОЛ. АОЛ, по-моему, еще купила Netscape и тоже его похерила. Ну, то есть они, похоже, как в том меме, где смерть заходит из дверки в дверку. Ну, ты понял. И вот, я не знаю, главное, чтобы они нас не купили, не дай бог. Хотя то, что не мертво, уметь не может, конечно, но вот да. Ну, тоже согласен. Но мы еще и не продаемся, кстати говоря. Хотя АОЛ напиши на Word, собака, взяли. Вот да. Короче, они купили Винамп. Какой бред, там дальше то ли Алиса Милана, то ли непонятно кто. И там на эквалайзере, на каждом фейдере глазик. Да-да-да. Но смешно. Короче, вот это основная темка Винампа первого, который с зелеными такими, с зеленым шрифтом. Дефолтный такой Винамп. Все его привыкли видеть. Ну, кто застал те годы. Он тогда был все нормально, все хорошо. Потом сделали Винамп 2, 3, 4. И в какой-то момент, кстати говоря, точнее 4, по-моему, не было. Не факт. Был 2, 3. Вот во втором еще было все хорошо и можно было делать темки. А в третьем темки со второго не применялись. То есть все еще можно было делать темки, но надо было заново их делать. Естественно, все взбунтовались. Как? Мы как будем без скинов-то? Ё-моё, что? Как? Куда? Естественно, на фоне этого сделали Винамп 5, где типа 2 плюс 3. Ну, как бы совсем новый Винамп. Там можно и старые темки применять, и вообще все классно. Ну, вот Винамп 5, который тоже многие знают. Он такой, дефолтная тема синяя такая у него тоже наверняка многие видели. Но, тем не менее, 2003 год, 2004 год. Айподы, Стив Джобсы, Apple Music, iStory, Apple Story, короче, вот это все. И, сори, но Винамп стало никому не нужным, потому что все стали слушать стриминговые сервисы различные. Ну, подожди, мне кажется, тогда это не было стриминговым сервисом, это просто магазин. Apple Music это стриминговый сервис, и он появился не так давно. Ну, хорошо, да, надо все-таки говорить именно про то, что просто покупали музыку. Мы в том числе покупали с тобой музыку просто альбомами. Было такое время, когда ты просто зашел за 99 рублей, я уже не помню, и купил альбом себе там какой-нибудь условной Lady Gaga. Да-да, я Lady Gaga покупал, ты все в точку. Вот. И, короче, реально покупали себе музыку, и она как бы хранилась там либо в облаке, либо, если хочешь, скачаешь себе. Ну, там зависит. Ну, там до сих пор ты, когда в Apple Music заходишь, ты можешь зайти именно в Apple Music, а можешь именно в iTunes Store. И там до сих пор можно скачать то, что ты как бы купил, то есть оно помнит все. Оно все помнит. Непонятно только зачем, у него даже интерфейс чуть-чуть разный. Именно то, что ты купил, ты можешь выставлять пятизвездочные рейтинги каждому треку, а то, что ты в Apple Music стримишься, можно только сердечками помечать. То есть там даже вот внутри одного приложения два вот этих интерфейса, я не понимаю, зачем все еще оба поддерживаются. Почему, ну, как бы оно как-то не сконвертируется. Я не знаю, там, может быть, это прямо даже в разных базах данных, вообще в разных дата-центрах хранится и вообще никак не связано друг с другом. Вот. Но Apple, это, по-моему, одна из вещей, которые надо решить все-таки. Но мы сейчас даже не про Apple, а про то, что... У нас будет еще про Apple, да. Да, ну вот на смену вот таким вот пестрым всяким темкам из Винампа пришли стандартизированные всякие штуки. Тут еще написано, что MySpace. То есть была такая эпоха Wild, такого дикого чего-то, какого-то дикого интернета. Я бы сказал, даже не столько интернета, сколько дикого использования вообще, в принципе, IT всякими штуками, там, я не знаю, приложениями, там, вот. Или даже, ну, говорю же, MySpace, то есть социальными сетями, сетьми. Но все это скатилось в стандартные, дефолтные Apple музыки и все вот это. Потому что сейчас ты нигде не поменяешь вот так круто, как скины в Винампе. Да. Нигде не поменяешь темку себе. Вот просто ты можешь, ты мог такое сделать. Вы видите сами, Саня показывает там скриншоты на экране. Вы, я думаю, кто из старичков помнит еще все эти темки, может, кто-то реально делал, запихивал всякие картиночки, Алису Милана размножал по всей этой. Вот, короче, здесь вообще прям дикие хреновины. Я больше тебе скажу, короче, есть чувак из Фейсбука по бреду, который настальгнул сильно, Джордан Элридж. Так. И собрал, собрал всю библиотеку и собирает все еще. Всех этих вот классных скинов. Угу. И у него есть даже твиттерский бот, я подписался на него. Он так, знаешь, как-то очень отдает каким-то тоже киберпанкам таким. Я подписался на бота в Твиттере, который выдает там раз в час или раз в какое-то время какой-нибудь новый скин. Ну, просто не новый, а какой-нибудь рандомный скин Винампа. И там реально классные всякие, очень восьмибитные какие-то, полу-аниме, полу-Алиса Милана, какое-то вот такое. Я просто здесь реально, я вот все смотрю, и каждый классный. Каждый классный. То есть каждый какой-то настолько непосредственно как-то так коряво сделанный даже некоторые. Но от этого, блин, оно прям передает ту эпоху. Там картинки реально 200 на 300, какие-то модели непонятные. А при этом, я не знаю, вот тут я показываю, самая последняя картинка, третий слева, там какая-то девушка на качелях качается, я не знаю, кто это. Но разрешение этой фотографии реально 200 на 300, судя по всему. Но, блин, это реально прикольно и смешно выглядит, ничего не могу поделать. Я вижу, да, я вижу. Тут вообще можно опять же офигеть, как там? Эти, олдскулы свело. Да, 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 да. Короче, я, мое воспоминание про Винамп на самом деле. Да, кстати, я потом хотел тебе задать вопрос, какой ты ставил себе скин, помнишь ли ты что-то такое, но ты вот сам напросился уже. Короче, во-первых, кроме того, что я, естественно, помню просто очень сильно многие из этих скины, там где с башкой наклоненной вот этот скин классический, я его использовал, там где внутри башки на мозге вот тут вот, короче, идут треки. Почему-то здесь я его не вижу, дефолтный такой скин. Использовал, естественно, стандартные скины с зелёными буковками. Использовал Матрицу, точно, я помню. Вот тут есть Матрица, кстати, по-моему, я его тоже использовал. Типа из Матрицы. Причём здесь, кстати говоря, в плейлистах, я, судя по плейлистам, которые здесь у чуваков в Винампах, это какое-то новое, ну, Леди Гага, Папарацци. Я тогда слушал моё воспоминание о Винампе, я тогда слушал, мне очень нравился в детстве трек Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man. Почему, ну, не только в детстве, знаешь? Ну, сейчас тем более, но тогда мне казалось, почему-то он какие-то струны моей души задевал. Какая-то там гармония была такая очень вкусная для ребёнка, для меня. Я очень сильно грустил, когда то ли я, как дурак, что-то не то нажал, как обычно, в детстве не понимаешь, что нажимаешь, я не помню, сколько мне было лет, но я, видимо, это было ещё, наверное, на первом пентиуме на моём, я, видимо, нажал вместо того, чтобы запустить Винамп. Там же всё через пуск делалось, и, короче, ну, иногда через ярлыки, но я, похоже, полез в пуск играться, и думал, что нажму нормально, но я вместо того, чтобы нажать нормально, я, короче, нажал на, видимо, Uninstall Винамп. И я удалил Винамп, и, похоже, треки-то были на компе, но я не мог их послушать, потому что я, когда нажимал на Винамп, или на любой из треков, у меня был такой алёртик на Винде 98. Да-да-да, что ищет фонарик, ищет с приложением. И я такой, блин, и там, короче, Bad Boys Blue и фонарик. Я такой, блин, что ты? И ты даже ничем не мог послушать, да? Я такой, нет, как? Я не знал, что нужно просто Винамп установить. Было так грустно, просто досвидос. Вот эти Bad Boys Blue, они меня... Для меня теперь это самая грустная песня вообще вот моего детства, если честно. Я недавно переслушал. Я вам в чат, когда его скидывал. Я вообще не знал, что это какие-то такие джазмены, какие-то играют, вообще непонятно. Я вообще не знал, как они выглядят, короче. У меня мама по бреду на видике записывала клипы на каналах с клипами. И там был Bad Boys Blue. Там ещё был Буйнов молодой, всякая вот такая дичь. Но Bad Boys Blue там тоже был. Ну, вообще-то дичь. Буйнов это... Он, кстати, сейчас опять что-то это... Заявления всякие делает. Там он Беларусь поддерживает. Ну, точнее, Лукашеныча и так далее. А, ну, это я не сомневался. Вот да. То есть он что-то ещё может... Вообще, он болел в какой-то момент, но, слава богу, выздоровел. Можем только Александру здоровье поддержать, да. Подержать, сука. Пожелать. Подержать его здоровье я не согласен. Не хочу. Ну, давай расскажи, Лукаш, что у тебя, какие воспоминания. У меня теперь два. Первый. Я ставил всё время себе скин из Fallout. А он был прям вкусный. Там же тоже были дашборды. Ну, в самом Fallout, именно в настройках, где ты персонажа там кастомизируешь. Всё там с красными вот этими кнопочками. Да и сам весь интерфейс игровой, он тоже был такой, как приборная панель. И вот Winamp с таким, это вообще идеально. Заходил, я его юзал там несколько лет с таким. Вот. Что касается фич Winamp, я всегда для себя отмечал плейлисты. Мне кажется, в других проигрывателях. Ну, мне как в Windows Media Player, может, и были плейлисты. Но в Winamp как-то они так легко выбирались. И мы к Гоше всегда приходили, у него было два плейлиста. Крутое и Крутое 2. И там всякие колдплеи, мьюзы были и так далее. Ну, в общем, всё, о чём мы здесь часто говорим, как бы... Всё, о чём может мечтать любой мальчик. Любой мальчик в школе. Крутое и Крутое 2. Да. А вот когда ты про Bad Boys Blue мне сказал, я вспомнил историю, опять же, с Fallout'ом. Когда именно в первый Fallout с батей играл. Ну, как с батей. Он просто рядом со мной сидел, я просил его со мной посидеть. Мне казалось, что он со мной время так проводит и так далее. Это первая грустная часть этой истории. А второе-то, я почти дошёл до конца. А потом именно я баловался. И, ну, как бы нападал на мирных жителей. И случайно вместо загрузки сохранился. И всё. И я не смог закончить игру из-за этого. Потому что на меня попёрлись. Именно попёрлись. Ну да, там дальше уже никак не... Ну, то есть там практически по Аморовинду. Вы как бы можете дальше играть, но ваш смысл существования теперь всё. И там так же. Ты уже, ну, как бы можешь играть, но ты уже вырезал весь этот город. Ты квесты сдать не можешь. И я именно супер плакал. И меня батя именно ещё отчитывал. А всё, а не надо баловаться, потому что выиграл. И тут на фоне играет... Вот, да. I'm a man. Вот это... Я реально... Мне прям очень грустно было. Я потом, конечно, прошёл всё-таки первый фуллаут. Но ещё грустнее стало, потому что там в концовке тебя выгоняют из убежища. Хотя ты всё сделал для этого убежища. Но тебе сказали, что твой пример. Как бы все молодёжи будут теперь выходить из убежища, чтобы стать, как ты, крутым. И как бы всё. И ты такой в пустыне, идёшь? Ну и вот это всё, короче. Да. Это, видимо, тоже... Это тоже грустная песня на ровне с Bad Boys Blue. Это Maybe из саундтрека первого фуллаута. Да. В общем, здесь самая грусть это в том, что... Мы же с тобой обсуждали в этом подкасте, то ли в 19-м, то ли в 18-м году, компания Radio... Там чё-то там. Radiohead. Бля, какая-то компания. Да. Я не могу найти здесь такие-то... Родионами. Тут есть это. Они сказали, что типа всё-таки возвращают. Причём можно было подключить сторонние подписки, подкасты и стриминг-сервисы. Да. У меня в тот момент шишка задымилась. Но, в общем-то, её обещали ещё в 19-м году, версию 6.0. Но ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, и ныне там. Не сделали ничего. Это плохо. Ничего не сделали. Это грустно. И как бы есть только веб-версия, вот этот веб-амп. Я всё ещё верю. Я надеюсь, что... Может быть, их сейчас как-то пандемия чуть-чуть приостановила. Но, скорее всего, там немножко всё поросло. Слушай, в 2019-м году ещё не было пандемии, поэтому что-то, видимо, другое в тот момент остановило. Кстати, опять же, напишите... Ну, хотя здесь, по идее, наверное, на эти журнале в комментариях написали, типа, да, я там с ними в одном офисе сижу, они там всё загнулись, ничего не будет. И you're a one. Они, возможно, удалили, как я, в Венамп случайно, и у них как и фонарик теперь. А, кстати, вот здесь дальше в комментах есть handwritten скин, и там типа такой дудл, и вот его я тоже юзал, да. Я, да, я тоже именно пробовал. То есть я на них долго не сидел, потому что бесит. Ну, согласен, я тоже юзал это там, поставил на 10 секунд. Так-то я фуллаут юзал. Вот, там есть фуллаут дальше. Всегда использовал пипбой скин. Да, вижу, вижу, вижу. Охренительно, выглядит реально. Прям даже сейчас классно. Хочется прям поставить, но там нет Apple музыки. Недавно как раз нам, когда... Это патронам, спасибо, они нам в патроновский чат скинули это всё. Я там спросил, типа, блин, Apple музыку бы? И мне не ответили. Даже в патроновском чатике уже нет. Не то, что Родионами. Ой, я не могу. В общем, ностальгия немножко у нас пробила. Old school опять свело, да. Погнали к Apple'у тогда, к убийцам Винампа. Согласен, согласен. Что? На их руках прям кровь. Конечно. Первые три моих, две твоих, да, правильно понял? Да, всё верно. У нас тут... Блин, я громко чавкнул. Ну, на постпродакшен. Вырежем. Я не услышал. Чем ты чавкнул, я не услышал. Я на директ-мониторинге слушал. Ты просто знаешь, сколько у тебя теперь там микрофонов вокруг тебя стоит. Там, может быть, ты не ко мне чавкнул куда-нибудь, а в другой момент. Там на резервной записи, ну, будет слышно, где блуперсы все. Вот, короче говоря, Apple, 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 на сентябре у нас 15-го, 14-го. Какого-то там 14-го или 15-го? По-моему, 14-го вечера. Нет, 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 15-го. Короче, 15-го в Америке это было утро, а у нас это был 15-й вечер. Вот, всё. Они провели свою осеннюю конференцию классическую, вот. Но, опять же, сразу айфоны не показали. У них, кстати, сразу нот в стонгс после этого случился. У них реально там акции упали на какие-то там 10 аж процентов. Или чуть ли не на 20. Жесть. Вообще. У них сразу меньше акций стали стоить, чем у Яндекса, который покупает Тинькофф. Их сразу Яндекс купил. У них Яндекс купил и поглотил сразу. И выплюнул просто. Так, так, смешно. Если бы это реально так быстро происходило, это было бы... Ты должен держать свои акции, даже не для того, чтобы свои деньги, а чтобы тебя не поглотил Яндекс просто. В этот момент. Там именно всё... Да, да, да. Присасывается. Там, причём, у Яндекса сейчас гендиректор женщина. И вот она с Путиным недавно разговаривала. И Путин сказал, всё, мы вас поддерживаем, всё круто, да, да, да. Да я знаю, что они ходят-то там уже официально под всем. Поэтому, ну, Тури, не дай бог они поглотят. От Apple. Да. Хотя казалось бы, опять же, что мертво уже как бы хуже быть не может, но да. В общем, и они айфоны не показали, но показали часы новые. Причём два варианта часов. Просто Тим Кук свои часы показал. Да. Новые. Видел, какие часы? Вот это часы. А у вас, блядь, ковно. Вот. Двое часов, двое айпадов. Ага. Айпадов. И сервисы. Наши любимые. Наши любимые сервисы. Apple One. Да, и не только, ещё фитнес-пласс. Фитнес-пласс. Причём фитнес-пласса, он, похоже, не входит в Apple One, судя, потому что ты первый раз слышишь про него. Первый раз слышу. Но мне настолько насрать, что круто. Ну, согласен. Это практически US only, как обычно, как мы любим, но да. Хорошо. Так вот, про Apple Watch я скажу сейчас ещё отдельно. Плюс на золото ушли iOS 14, TV OS 14, Watch OS 7. И, кстати, MacOS не ушла на золото по бреду, Big Sur. Так, хорошо. Это странно, но она не ушла, действительно. Мне бета очередная прилетела. Кстати, на телефоне я вышел из бета-программы. Я сразу накатил стабильный релиз. Сразу телефон в два раза меньше разряжаться стал. Всё, у меня обычная стабильная 14 OS сейчас. Да, у меня так же. Да, с чем я себя и поздравляю. Потому что бета, ну реально, я прям от зарядки до зарядки жил. Как от звонка до звонка. Так вот, кроме Apple Watch, про которых скажу я подробно, iPad'ов, про которые ты скажешь подробно, и Apple One, про которые ты скажешь подробно. Или ты про iPad'ы не будешь говорить подробно? Буду, буду. Про Air у меня стоит. Да, про Air. Там ещё просто восьмой iPad вышел. И я опять же, мы с тобой проведём аналогию с Xbox'ами. Потому что у них такой корявый нейминг стал, что я вот реально, мне спрашивают, какой iPad купить, а я не знаю. Потому что их там уже столько, они все какие-то SE, Air, просто iPad, Pro, кого, чё. Ни хрена не понятно, короче, бред. Fitness Plus – это сервис для тренировок. 10 баксов в месяц, и тебе составляют программу, как тренироваться, обвешавшись Apple девайсами. Ну, хорошо. А кто составляет программу? А там тренеры, там в Fitness Plus заходишь, у тебя Джессика, Дастин, Эмили и прочие Грэги, которых ты прям выбираешь и выбираешь сразу. Грэги Федериги? Там Крейг Федериги. Кстати, кстати, была пасхалка на конференции, Крейга Федериги показывают, а он обычно показывает айфоны. И он такой рукой машет, типа, не-не-не, сегодня не моя смена, я сегодня не буду. Ну и типа. Блин, вот жесть. И нот стонг сразу. И сразу упал вот именно чё. В общем, вот, Fitness Plus, я, честно говоря, думал, он будет входить в Apple One, но, походу, тогда Apple One вообще будет не потянуть. Конечно. А, не-не-не-не. It will also be part of the Apple One Premiere. Ну, может быть, я просто знаю, на сколько мне обратил внимание. Apple One-ов несколько, да, Apple One-ов несколько. И вот в Premiere будет входить Fitness Plus. Ну, короче говоря, просто заказывать тренировки, шарить с другими такими же, кто заказывает тренировки. Так. И смотреть там. С качками. Да. В приложениях на часах, в Activity там, в iOS и так далее. Так, кроме этого, кроме этого еще новые... А, про браслеты ты скажешь про новые? Про... Я говорю только. Apple... Ну, просто браслеты для часов, понимаешь? Поэтому... А, часы это я, сука. Я такой тупой сегодня по менту. Тогда скажу в часах. И, и, в часы они теперь без Power Adapter вообще. То есть без 220. Ну, то есть все-таки начало положено экономия экологии. 400 баксов в часы. Экономия, слово, не применяется к этому. Можно GoPro за эти деньги, напоминаю, купить девятую, которую уже только не сосет. И часы. Ну, да. Ну, это... С другой стороны, там в GoPro, может быть, звук не положит. Ну, блин, там в новом уже есть этот... Нету хотя бы вот этого висяка. Помнишь, да, куда микрофон в пятый вставляется? Да. Начиная с восьмой, там специальная рамочка надевается, и в рамочке прям USB-C. А в рамочке уже сразу джек. И она маленькая рамочка, и нету уже вот этого висяка. Поэтому они справляются со звуком в момент. И у них в этой рамочке уже сразу, начиная с восьмой GoPro, внешний микрофон. Ну, плюс-минус нормальный. Он тоже как бы так себе, но хотя бы вот не говно. Понятно, что с этой рамочкой, опять же, нельзя нырять. Но ты, если ныряешь, тебе и не нужен внешний микрофон. Ты юзаешь просто GoPro as is. Поэтому они работают. У них там лучше стало. Правда, снимать она от этого менее мыльно не стала в дерьмовом освещении. Ну, так это экшн-камера. Поэтому, ладно, а мы отскочили. В iPad'ах теперь новый зарядник 20-ваттный, USB-сишный, более мощный. Так. Вроде все. Все, пошли к часам. Давай. Во-первых, новые ремешки, которые Solo Loop, так называемые, это ремешки, которые не застегивающиеся. То есть, они типа на резинке. Резиновые такие ремешки, которые ты оттягиваешь, руку засовываешь. В связном раньше продавали. Просто ремешочки там на дна без всяких. Да, 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 да. В Евросети, по-моему, тоже. Или в Евросети, ну да. Ну, неважно. Вот тут такие же, да, только с часами. Ну, опять же, в часы-то они магнитно засовываются. То есть, гипотетически, ты можешь себе часы аккуратно положить на ручку и вот так с двух сторон защелкнуть, быстро не уронив часы. Но это, в общем, это я так уже в рамках шутки. Вот. Так что новые ремешки. Они есть силиконовые и есть плетеные. Металлических, насколько я понимаю, соло-лупов пока нет. Может, будут еще, но пока нет. А как они не жмут руке? Как они вообще? Там несколько размеров есть. И там именно, там их чуть ли не 12. И ты прям с цифркой нужной покупаешь. Мне, пожалуйста, 12-е, мне седьмые. Типа того. А как ты до этого ее померил? Ну, в Apple Store есть прямо, как знаешь, я не знаю, мы с... Как на Ламоде тебе приносят мерить 100 мешков? Не-не-не-не-не-не. Там есть такая бумажка, и ты сначала бумажкой меряешь размер. Когда приходишь кольцо ужимать, ты сначала, тебе дают такую связку колец всех размеров. Я понимаю. Ты сначала понимаешь, какой у тебя размер, и потом говоришь, мне восьмерку. Тебе дают, выдают восьмерку со склада. Угу, угу. Напишите в комментариях, если я все правильно сказал, потому что я не нашел более точной инфы, это я все предположил. Я видел видос commercial, и там реально чувак измеряет вот этой бумажкой, и ему просто дают размер сразу. Но, возможно, это только US-only. Не знаю. У US-only вообще размеры запястья. В России дорогие запястья, абсолютно. Да. Кроме этого, двое часов Apple Series 6, Apple Watch 6. Которые дорогие. Да, дорогие. 44 миллиметра стоят 39, а 40 37 или там 35, что-то типа того. А SE-шка типа урезанные, они стоят 29 там. Типа 27, 28. Ну, короче, от 25. Типа на десятку дешевле или на пятнашку. Вот. Самый большой разбег пятнашку между маленькими SE и большими шестыми. Так. Че нам шестые нового подвезли? Они нам новые подвезли цвета. Можно прям сами часы синенькие теперь и красненькие. из синего и красного алюминия. Вот. Потом, соответственно, blood oxygen, кислород в крови они меряют. Ну, это опять же анекдот. Это как кардиограмма, где во всех, так сказать, официальных медицинских штуках написано, что должно быть там 6 точек контроля, но у тебя только на одном сердце 5 присосок фиксируют. А тут у тебя, короче, часы сразу, ты только к Digital Crown пальчик положил, он тебе померял. Ну, это так. Не, ну, это не для того, чтобы прям вывод какой-то сделать, а просто, чтобы послеживать. Ну, это, короче, да, чтобы когда ты уже реально отъебываешь, тебе уже часы написали, что чувак, что-то совсем плохо. Они даже уже не тебе написали, а 911. Да, да, они отправили. Да. Call 911 now. Сразу они посылают и все. Ну, и так же кислород в крови. Они там, у них каскад диодов, 4 кластера диодов, зеленые, красные, инфракрасные, меряют у тебя, какой цвет у тебя кровь и сопоставляя эти значения показывают, сколько у тебя кислорода в крови. Типа, засиделся ты или нет. Это все про activities. Но опять же, ты же сам понимаешь, что это типа псевдоздравоохранение и это плюс к продажам. Это сразу стонгс. Плюс они эту инфу, разумеется, продают. И опять же, они на продаже этой инфы еще зарабатывают. Понятно, что инфа приближенная, не суперточная, но это все равно огромная бигдейта инфа по поводу, соответственно, этой всей фигни. Так. А, это фигня, кстати. И ее можно продать там здравоохранительным фондом какие-то. Ну, короче, блин, они зарабатывают бабки. Военным китайцам. Вот да, военным китайцам. Опять же. Такая, все китайцы военные. Ну, согласен, да. Плюс у CS6 более проц новый, А13. Так. Байоник. Я не помню, по стадиону, байоник. Ну, короче, типа того, да. По-моему, не все байоник, если честно. Как лего биониклы, вот да. С6 называется он на основе А13. А в SE-шном чипе S5. От предыдущих, от Apple Watch 5, короче говоря. Короче, плюс новые эти циферблаты, разумеется. Причем, я не знаю, уникальные они для серии S6 или просто они в WatchOS 7 новые циферблаты. Ну, вот да. Вот. Плюс новый барометрический альтиметр. Альтиметр, это который на расстоянии над уровнем моря меряет. Более точно. Там как бы и раньше даже телефон меряет, типа, на сколько метров ты в день поднялся и спустился. Но тут уже просто там до сантиметров, видимо, меряет. Вот. И оно там, не только на этом барометрическом альтиметре основано, оно еще основано на GPS и на соседних Wi-Fi, короче, там вообще все суперклассно. Жесть. Да-да-да-да-да. Плюс, да, красные, как я и говорил, Product Red часы теперь есть. По-моему, они и были, по-моему. По-моему, у Ванька уже Product Red. По-моему, пятый уже был. Ну, по крайней мере, наверное, ремешки-то точно были. Но ремешки стопудово были. А, у него ремешок, он говорил, что это фейк. Ну, в смысле, не оригинальный. Короче, не занес в организацию Red нисколько. Да-да-да-да. Ну, короче, цены все равно, по-моему, достаточно большие. Ты как думаешь? Я, касательно часов, я тебе больше скажу, я, знаешь, задумался. Вот, я абсолютно не шучу. Я задумался, но я что-то думаю, что с тем, что у меня старый холодильник дома стоит, покупать часы чуть не охота. Но, я задумался про СЕшки. Вот, мне нахрен не нужны шестые. Мне, в принципе, нахрен не нужны часы, но если бы поиграться, я бы СЕшки взял в себя. Причем, самые маленькие за 25 тысяч рублей, 40, у него 40 миллиметров, или чего-то. Это больше. 40-44, 40- это больше, чем старые большие. Больше, чем, да, это больше, чем 38 на маленьких прошлых. Вот, но, как бы, вроде и нормально. И, мне нахрен не нужно оксиджен блада измерять. То есть, я не настолько еще умираю. Просто, по-моему, как обычно, в Russian версии и не будет этого, потому что сертификацию не прошли. Тем более, вот, да, тем более. Мне, как бы, настолько это не надо. Я, в принципе, чуть-чуть подумерываю, но не настолько. Вот, и, в принципе, я бы себе мерил всякое дерьмо, там, сердце, хренерце. Вот, но, в основном, даже не столько для этого, а чтобы, знаешь, сидеть, короче, спокойненько, расслабленно на диване и смотреть в часы и там, что там пишет, где там, в каких мессенджерах. Посмотри, он даже не за телефоном. Я же юзал, я же юзал, и прям конкретно именно мессенджеры вообще-то сюда с неудобно. Подожди, ну, Телеграм, даже Телеграм неудобно? Даже Телеграм, там реально говно. Вот посмотри, я ни в коем случае не отговариваю, вот Apple Watch с есть статью открываешь, смотри, синее. Да я видел. Вот синие часы, на них скрин какого-то мессенджера. Вот Телега выглядит точно так же, если это не Телега. И это, ты не можешь ничего написать, ты можешь отправить либо MZ, причем там, по-моему, нет синхронизации с теми недавними, которые у тебя на айфоне. И ты можешь голосовое записать. И голосовое, либо реально голосовое, голосовое, либо голосовое типа под диктовку. Ну, короче, блин, если не заниматься activities, то есть круги не собирать, вообще нахрен не нужны часы. Я с ними две недели отходил, и я не понял, зачем. Ну, вот я и думаю. То есть, это как бы вот мне не очень в тему. Но тем не менее, короче, если бы я был, если бы я был более нефтяным магнатом, чем я сейчас являюсь, то я бы взял себе вот СЕшки и не запарился бы за шестые вообще. Я знаю, что если бы совсем быть нефтяным магнатом, то просто берешь СЕС, просто шестые берешь и даже не думаешь, не смотришь на них. Просто кладешь их рядом с собой, они у тебя лежат. Да, причем, я не знаю, здесь вот, как обычно, есть версия с Cellular, которой, опять же, в России нет. Но у нее бонус в том, что она не алюминиевая, а стальная, и, по-моему, раньше были керамические. Надо вникать, надо заходить именно на американский Apple сайт и смотреть. Вот, я для себя вижу покупание только стальной, во-первых, она переливается красивее, во-вторых, я настолько оббивая углы, а алюминий, он гнется, он гнется и царапается, да, то есть, ну, блин, это как-то так себе. Если быть нефтяным магнатом, то брать шестые, синие, вот эти новые, мне нравится, как синие выглядят, прикольно. Прикольные, прикольные, да. Хотя можно и черные, черная сталь, блестящая, знаешь как, ну, красных, по-моему, нет стальных, как всегда. Суперпремиального нету продакт-трэдного. Ну, понятно, это просто только бичи могут скидываться на других бичей. А богатее, они уже... Да, есть графитовый стейнлес стил теперь. Блин, естественно, брать этот Хермес ремешочек. Ну, да, еще не меньше никак. Хотя я бы с миланской петлей походил просто, потому что она тоже есть стальная, насколько я помню. Просто, ну, прикольно. Но опять же, если купишь, я буду слушать твой фидбэк сильно. Я, да, я думаю об этом, но сильно так вот. Я сначала сильно задумался, знаешь, когда хочется иногда какое-нибудь дерьмо, но сначала сильно задумаешься, а потом немножко оттаиваешь. Я вот чуть-чуть сейчас оттаял и думаю, что, блин, я не знаю. А, кстати, да, я еще с чего кайфовал, это с самих циферблатов в принципе. С того, что я их под шмотки менял. Это прикольно. Тут можно, да, я увидел скрины, что чуваки меняют там всякие цвета, сейчас делают какие-то новые там добавления кастомные. Теперь можно шарить, теперь можно шарить и кастомные делать. Это в принципе в TV, в WatchOS 7. А в, кроме этого, еще у них с пятой серии, начиная, экран не гаснет. Там падает FPS до одного кадра в секунду, чтобы, ну, не было и большой частоты обновления, и не садилась батарея. Но они всегда типа горят. И вроде как это тоже прикольно. Говорят что-то типа киллер фича вообще. Да, да. Что-то типа вообще. Ну, потому что ты идешь, и ты стильный. И все видят твой стиль не только, когда ты вздергиваешь руку, а просто, когда ты даже идешь, когда у тебя висит рука. Блин. Ну, подожди, стоп, но по-моему в SE там не горит постоянно. А может горит? Горит, горит, я сейчас смотрю. А, да-да-да. Features missing, including always on display. Так что вот это для бичей недоступно только для богатея. Кстати, начиная WatchOS 7, судя по всему, в этом, сейчас смотрю, 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 блин, не написано. Включенный сономер. Ну, сон, короче, он меряет. И он теперь из коробки эпловский именно. Сломали всем бизнесы стопудово, кто сделал сторонние приложения с этим дерьмом. Ну, не всем. Там есть те, которые еще отдельный датчик надо покупать и под подушку класть, чтобы все ворочения прям четко ловить. Вот. Вот такие, наверное, останутся, а так все перейдут на дефолтный. Вот, по-моему, сонтрекинг есть в SE-шке тоже. Самое тупое, когда заряжать часы, если ты сон хочешь трекить. Да, это тупняк. Причем мне кто-то даже говорил, что не надо привыкать спать в часах, потому что на это подсаживаешься и потом некогда заряжать и ты теряешь кусок дня, когда ты их заряжаешь. В общем, вообще ад. А это ад, кстати. Ну, вообще-то звучит адово, если честно. Плюс, я не уверен, что я достаточно свободно сплю, ну, ни в чем не сплю, так скажем. И я не знаю, как я буду, ну, не буду, а гипотетически я магнат нефтяной спал бы в чем-то, в каком-то говне на руке постоянно. Причем, хотя потом, наверное, привыкаешь в какой-то момент. Просто реально же у тебя балдаль. Но, блин, да. Сейчас напишут в комментариях все, кто спит в этих Apple Watch'ах и кто на это подсел. У кого ад? Нет, не спите. А то потом ад. Будет как у нас, да. Хорошо. в общем, вот, давай, теперь твоя, твой черед. Мой черед iPad Air появился. Кроме iPad Air еще есть новинка просто iPad. Да. И iPad Air оказался дороже, чем просто iPad. Ну, никогда такого не было, и вот опять. Да, да. Но вообще Air же вроде было, это более... Это на MacBook. А на iPad именно на iPad их всегда. Просто iPad он типа там 20-25 стоит на Rubble's. А Air все-таки стоит 40, а Pro все-таки стоит там 60-70. Ну вот. Вот. Что там есть в iPad Air? Ну, во-первых, дисплей Liquid Retina, 10,9 диагональ. Просто буду перечислять вам. Я, причем, перечисляю, знаешь как, на iPad Air на Apple.com листаю. А 14 Bionic. То есть, ты не на MacRumors, ты пошел против линии канцелярии. Да, конечно. Можно Pencil. Посмотрим, что ты там перечислишь. Можно Pencil использовать, если ты Pencil. Хорошо. Можно Magic Keyboard использовать, ту самую клавиатурку, чтобы превращать ваш iPad в ноутбук. В дорогой ноутбук, я бы сказал. Что еще? Есть серебристый, есть серый космос, есть розовое золото, есть зеленые цвета корпуса, есть голубое небо. Да, Sky Blue есть, да. Да. Что еще из этого? На MacRumors тоже написано, что-то. Здесь нам очень говорят, что, блин, вообще-то iPad это теперь мобильная творческая студия. Снимаете видео в 4К прям на iPad. Берете с помощью крутого процессора A14 Bionic, там все кодируете, хренируете, у вас все практически вот в одном iPad. Спокойно, без проблем. Рисуете поверх этого всего, значит, музыку включаете, все там, 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 машинное обучение в 10 раз быстрее, как здесь написано. Поэтому, вроде как, для тех, кто прям такой креатор, так называемый, вроде must-have-age пока звучит. Смотрим, что еще. Кроме пенсилов этих ваших. Значит, Magic Keyboard, я сказал, даже останавливаться не будем. Есть, естественно, вариант с Wi-Fi из 4G, как обычно. Ничего нового абсолютно. Там, кстати говоря, удобная кнопочка, которая тебе делает разблокирование. То есть, ну, вот этот Touch ID на кнопочку. Тоже очень классно, удобно, все супер, замечательно. Так, что еще? Touch ID я сказал, этот я сказал, ну, камера на 12 мегапикселей, если кого-то еще пиксели эти волнуют. Фронтальная камера FaceTime HD 7 мегапикселей у передней. Естественно, все Pencil и Magic Keyboard нужно будет докупать, не думайте. Тут уже скоро зарядку-то докупаешь. Ну нет, в iPad все-таки еще не докупаешь, там аж 20-ваттную положили, и это типа топ. Ладно, ладно, это согласен. Но тут все остальное, естественно, разумеется, докупаешь, оно все по стоимости, еще половину iPad уйдет, даже больше, особенно если с Pencil, Pencil пол-iPad, еще пол-iPad, клавиатура к нему. Вот, если вы такой крутой пацан. Ну, если вы крутой, вас вообще ничего не смущает. Вот именно. Естественно, продолжают заботиться об окружающей среде, если вам это так важно, то есть iPad сгоняет, он вот так уже из сгнившего сделал, из переработанного. Вот, там даже припой и канифоль была из говна, тут написано. А еще и потом, когда вы его выкинете, а вы его, вот я представляю, как выкидывают вообще Apple вещи, прям во дворе под березку вот так кидают, под яблони. И растаптывают, как бычок. Растаптывают, и оно прям, хоп, и превращается в новый iPad уже следующего поколения. Его собирают дворники, выкидывают и отправляют в Apple. Да-да-да, именно так бывает. Вот такой iPad Air. Мощно, ярко, чудесно. А iPad такой обычный, легкий путь к большим возможностям. Вау. Значит, что смотришь, что я имею? Взял бы я себе iPad Air. Давай, задумываешься ли сильно или уже охладел? Я тебе так скажу, я, короче, я стал тем человеком, я понял сегодня это, вот когда про iPad, вообще читал про Apple все статьи, а я все читал. Ну, по крайней мере, свои статьи. Да и вообще, в принципе, я видел что. слава богу, хоть свои, так. Короче, я понял, что я стал тем человеком, который бич. Но, но Apple бич. Я бы брал все из каждой категории самое говно. Вот я бы взял, вместо Air, я бы взял просто iPad. Новый. И я, правда, не смотрел на его характеристики конкретно сильно, но мне кажется, мне бы хватило. Вот просто, не знаю, что бы я делал на нем, смотрел YouTube на диване. Там плюс-минус то же самое, только Pencil, киборды не поддерживаются. Ну. И там процесс слабее. А ты уверен, что не поддерживаются? Я зашел на статью iPad, и тут и киборды, и Pencil лежат. Раньше такая была, такое различие. А сейчас вот можно, сейчас вот можно. Представляешь? И уже вообще, уже вообще ничего. Apple Beach. Вот. Единственное, что бы я не стал Apple Beach сильным, это я бы не стал iPhone SE брать. Вот это меня еще бичевость не довела до такого. Вот это я бы не стал, даже при том, что лучше взять, знаешь, какой-нибудь перебранный из-под березки достанный какой-нибудь iPhone XR, не дай бог, или iPhone 11, вот, чем SE. Что-то как-то это не ко мне. А в остальном iPad, не моя история. iPad обычный взял бы, Watch SE взял бы, даже MacBook, знаешь, какой-нибудь Air бы взял бы. Тьфу, не дай бог, конечно, но тем не менее. Или MacBook Pro 13, например, тоже. Говно, конечно, но взял бы. Ну, такое говно для магнатов, опять же, нефтяных. Ну, согласен, да-да-да. Говно за 110 тысяч рублей. Ну да. Вот. В целом, то есть, я не знаю, я не вижу себя человеком, который копит и что-то там где-то в трусы откладывает себе на iPad, и iPad Pro, например. iPad Pro 12, который там 120 герц экран. Это надо рисовать, это для профессионалов. iPad Pro уже реально для тех, кто рисует, потому что, кто рисует, они реально говорят, что отклик просто бомбический, на вакуумах такого не было, Apple перевернула вообще рисование на планшетах и так далее. Поэтому... Ну вот, там переворот, там революция они делают, а я вот iPhone SE беру у них, знаешь. Короче, ну вот такая, мой такой вывод по Apple. А что скажешь ты? Я скажу три вещи. Первое, здесь тоже USB-C, как в прошках теперь, вместо Lightning сраного. Ну. Второе, это здесь P3 цвета. Это, короче говоря, 100% покрытие цветов стандарта P3. S-RGB это типа процентов 70 от P3. И Apple техника славится тем, что она P3-шная. Это типа для дизайнеров. Весь спектр цветов передается, который сейчас кодируется. Вот. И вот мониторы ASUS-овские только за 190 косарей P3 передает 100%. Остальные там 97% P3 там. Какие-то тоже там последние проценты видимо самые дорогие поэтому, да. Третье, у него здесь рубленные края, как типа у 12-го должны быть это топ. Это одна из причин, по которых я бы взял Air по сравнению с Pro. Хоть у Pro есть 120-герцовый экран, а это небо и земля у меня у Bati Pro, ты когда его поюзаешь, потом все остальное выглядит просто как говно. Но тем не менее, здесь классно. Вот. Что касается цвета, опять же, Sky Blue самый классный. Хотя Green, Green тоже топ. Часов-то вот зеленых нет. Вот. А iPad есть, поэтому Green прям будет сильно выделяться, кстати говоря, если с ним ходить. Он прям такой необычный. Ну вот, здесь все спрашивают, на кой хрен теперь брать Pro, если есть такой классный Air. Ну вот, отвечай, 120-герц. И опять же, когда ты рисуешь, и когда ты уже к этому привык, назад пути практически нет. Подсаживаешься, как спать в часах, так же вот с этим. Я вообще понял, что в Pro категорию, в любой из категорий, в Pro под категорию заходить, это вот ты уже все. Это ты уже себе, значит, сказал, что ты профессионал. Ты задираешь себе сильную очень планку, да, и до свидос. Поэтому, блин, я бы не хотел быть Apple Beach'ом в iPad'е. Я не знаю, опять же, я сегодня хейтер. Я не знаю, зачем нужен iPad. Ну, то есть, реально, нахрена? Смотреть YouTube, я уже к Apple TV привык. Он мне реально, на телеке я включаю, в AirPods'е слушаю, никому не мешаю. Все. Книги только читать, это единственное, я помню, вот в Америке я пользовался iPad'ом, суперудобно было читать книги и журналы. И потом, когда мы с батей ездили в 15-м году во Францию, тоже я его iPad отжимал, читал журнал. Охренительно. Больше нахрен не сдался. Для этого, в общем, можно купить и на электронных чернилах себе читалку, а на PDF'ке тоже открывает. И это, причем, достаточно прикольный филинг, когда ты на электронных чернилах PDF'ку читаешь. А так iPad мне нахрен не всрался. Для чтения, ну, как бы, для потребления контента есть, я уже к другим устройствам привык, а для создания контента, ну, камон. Видишь, кто-то не привык, как ты, к потреблению контента там, на каких-нибудь телевизорах или еще на чем-нибудь. Мне кажется, все-таки он пользуется спросом. И мне кажется, еще прикольно, блин, вот я пытаюсь придумать, это, мне кажется, какой-то такой девайс, чтобы, короче, если у тебя все, вся твоя жизнь проходит не за столом, а, допустим, каким-то образом. На диване, да? Ты постоянно на диване тусишь, да, но я не знаю, даже не, ты не постоянно тусишь, а твой, как бы, развлекательное время проходит на диване каким-то образом. Мне кажется, ты с детьми играешь, или дети у тебя играют на этом айпаде, или, короче, каким-то образом ты пришел с работы и сел не за стол, да, а сел полностью на диван и с него никак не слезть и ноутбук тебе тоже не взять там по каким-то определенным причинам, не знаю даже почему, потому что у тебя его нет. Да, да, как вариант, потому что айпл это все-таки дешевле макбука стоит, как бы, как ни кроти. Дешевле, хотя это дороже, чем какой-нибудь Asus. Так смешно, здесь внизу Buyer's Guide, айпад Air в скобках don't buy. Это что-то какое-то уже, я не знаю, это, ну, на MacRumors я смотрю. А, я понял, я понял. Но вообще, повторюсь, нейминг говно, я не понимаю, чем айпад отличается от айпад айра и айпада про. Понятно, про крутой, а айр кажется хуже, чем обычный айпад, но нет. Серединочка какая-то. Называйте по номерам, как айфоны. В айфонах понятно, так же, как с новыми иксбоксами. Что за сериес? Почему не иксбокс 2? Был иксбокс 1, сделайте иксбокс 2. Люди путаются, покупают иксбокс 1 вместо иксбокс сериес X. И все, делайте айпад 5, айпад 5S, айпад 5X. Все, сразу понятно. X это, блин, X, S это, ну, как бы, вот S, а просто цифра, это просто цифра. С айфонами реально классно. 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Как бы, ну, только дебил не разберется. С айпадами чувствуй себя дебилом, потому что не сразу разбираешься, и это какой-то тупняк. Они их еще неравномерно обновляют. Ну, то есть, сейчас Air прям топ. И все такие, хоп, купили Air. Через 3 месяца новую прошку выпустили, всем башку снесло, надо идти новую прошку теперь покупать. А потом просто новый айпад выпустят за 10 тысяч рублей, Beach Edition, тоже красивый. Еще и его надо взять в толчок. Ну, короче, странно. Я недоволен здесь неймингом, он прям корявый. Пошли в Apple One. Я с тобой согласен. Apple One, сервис, который, который нам Apple презентовала вот только сейчас, как оказалось. Хотя, мне кажется, давно пора было это все вот скрестить вместе струи эти и сделать Apple One. Вместе лучше, написано у меня. Громкий заголовок. Apple One это сервис, который включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, и как мы знаем, Fitness Plus и все дерьмо, если вы заплатите больше денег. Fitness Plus и News Plus. В премьере News Plus. Там вот, где значок Dota, это News. Ну, хорошо, нормально. Оказывается, если оплатишь не индивидуальную подписку для себя одного за 365 рублей в месяц, а семейную подписку за 525 рублей в месяц, тут аж 6 человек могут использовать со своих Apple ID всего за пятихатку. Вся семья сидит, использует спокойненько Apple Music, Apple TV+, там iCloud и вот это все, вот это все. Если вам, конечно, это нужно. Потому что, допустим, Apple Arcade, ну, это на то и деткам. Но я бы что-то не хотел даже, чтобы мои детки играли в Apple Arcade. Я не знаю, почему. Вот, айклаудных гигабайт хватит, если вы используете индивидуальную подписку. 50 гигабайт на одного человека, ну, если вы совсем уж пользуетесь все-таки, ну, ты мне скажешь точно, но мне кажется, что туда льют вообще просто терриками. Ну, не терриками, но, не знаю, что-то 50 гигабайт. Даже все фотки надо не перелить туда. Хотя, наверное, не нужно все туда фотки переливать. Ну, практику уже понимаем, что не всегда нужно все фотки туда переливать. Ну, вот, да. Apple Music согласен, да, можно отдельно его оплачивать. Apple TV Plus не уверен, что нужно. Опять же, ты мне и другие сервисы накатывал, и, значит, можно их пользоваться. Есть, есть хороший сервис. С ним разобраться, правда, не все могут. Ну, с ним надо разобраться перед этим, да. Но, тем не менее, когда разберешься, будет уже прикольно. Вот, так что мой вывод по Apple One очень круто, я уверен, для тех, у кого все накуплено, Apple'овское, и они, возможно, еще и живут там, где можно Apple News читать, в других странах, более развитых. Вот. Значит, у нас, может быть и хорошо, может быть и хорошо, но это нужно, чтобы девайсы все-таки были. Не один какой-то, не только у вас одни наушники лежат на столе, вы такие, оплачу-ка я себе Apple One. Да, надо все-таки много девайсов. Что ты думаешь? Смотри, я оплачиваю Apple Music и оплачиваю iCloud с 200 гигами. Так. У меня это стоит Apple Music, причем семейный. Мне это стоит как раз 500. Так. И по идее, по идее, я бы мог взять Individual, и мне бы стоило это тоже 500, правда, мне нужен Apple Music, к сожалению, семейный. И у меня был бы еще бесплатный Arcade и Apple TV Plus. Ну как бесплатно? Условно бесплатно. Сколько Family стоит в России? 525 рублей семейная подписка. А Individual? 300? 365. А, ну все, я буду брать себе Family. Ну то есть я столько же уже плачу, почему бы мне тогда еще в Apple Arcade не играть? Потому что я брал себе бесплатный Apple Arcade, месяц проиграл и под Bait Boys Blue грустил потом, что я не очень хотел платить денег, а мне понравились там игры. Они там наивно прикольные, такие головоломные вообще. Они прям там топ. А это классические инди-игры. Типа часов на 10 каждая там на 11, но их там льют постоянно, чуть не каждый день новые. И это я тогда буду покупать Apple One, да, Family. Ну а TV Plus тебе не интересует, а iCloud тебе интересует? iCloud, повторюсь, я покупаю 200 гигов просто для того, чтобы все резервные копии всех тысяч айпадов и айфонов там хранить. Потому что у меня там батины, мамины, мои, а это уже все, и там уже весь он забит почти. Ну я утрирую, там гигов 50-60 занято, но неважно. Фотки туда не лью, потому что тогда все 200 сразу кончатся просто и все. Да, это, конечно, плохая. Вот, но, блин, тогда это круто. Просто 20 долларов в месяц это дорого, но раз у нас региональные цены 500, ну или сколько там, 525, ты сказал? Да, 525. То все решено. Ну вот видишь, то есть для тебя тоже оказался, но у тебя действительно много девайсов, и у тебя реально вся семья подсажена на это дерьмо, Тим Куковское. Вот. И опять же, я семейную Apple музыку оплатил, чтобы батя меня не перебивал, потому что я иду, слушаю, хоп, меня выбило, написано, вы уже слушаете на другом устройстве. Ты куда? 300 рублей заберите у меня только как бы, чтобы я этого не видел, надписи этой больше. Вот так и было. Поэтому, поэтому вот. Ну отлично. Apple One прикольно, One Love. Блин, у нас, короче, куда бы мы Apple не поставили в нашем подкасте в начало или в конец, самая интересная тема именно там. Это правда, да, стоит задуматься. Блин, у меня нету здесь патронов, я не подготовился. Точнее как, у меня ноутбук дома просто. Я знаю, знал это, знал, захожу к нам на patreon.com slashywebdesign. Вы туда тоже можете зайти, особенно если вы не заходили ни разу, посмотрите, ознакомьтесь обязательно. Да, да, да. Я выровняю по пледжу, как я это люблю делать, чтобы называть наших патронов по мере их занесения бабла. Можно было бы вообще по lifetime выравнивать и говорить, кто больше всего занес, но мы не будем так же не поймиться, вдруг у кого-то кто-то слушает, не тот, вдруг сейчас налоговая слушает кого-нибудь, не будем. В общем, Артур Сиджей Сабиров, 49.99 заносит нам, первый помощник. Также из 40-баксовых, Игорь, Катив Продакшн, спасибо большое, Макс, спасибо большое. Вот эти три человека у нас 40 и выше баксов. 20-долларовые чуваки, штурманы, Иван Ксоксо, Никита Ларк, которому никак в Швецию не может дойти, может он в Швейцарии, ты с нами правильно сделал? Смешно, но да, мне стыдно. Константин Гончаров, Владимир Анохин, Иван Мирзавцев, это штурманы, спасибо большое, чуваки. Почетные космонавты, это от 10 и 10. Дмитрий Скрипкин, 14.88 он заносит, Константин Мудрюк, Владимир Шейн, Петр Гульчук, Бэт Крет, Дмитрий Казарцев, Графа Балмасов, Алексей Яценко и Ануар Балгимбаев. Чуваки, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Космонавты, от 5 баксов и 5 баксов. Юджин Скакун, What is Love, Кристина Кхалитова, так что я правильно читаю? Я боюсь все ошибиться. Ксена Халитова, Мила Кучер. Я отправлял ей уже стикеры. Никита Гончаров, Мила Кучер, Айрон Уолф, Эдуард Мисков, Иван Савин, Анастасия Чащина, Павел Трофимов, Дмитрий Перещук, Игорь Ли, Алекс Бостон, Нью, причем Бостон, между прочим, Илья Смагин, Трофим, Паша, ну какой же я прекрасный патрон, Петр Гаврилов, Геннадий Хатовицкий, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапенко, Явеб, Алексей Фреймо, Иван Сухин, Миша Хохлов, Виталий Ходочинский, Титус, собственно, завершает список космонавтов. Вот такие у нас патроны, спасибо всем, спасибо всем, там еще есть и двух баксов. Титус вернулся? Да, ну, по крайней мере, у него пейды написано, что-то мне вообще, это лучшая новость за сегодняшний день. Он просто отменял, и я думал, что все, а нет, это было... А совсем не все, совсем не все. Кайф, кайф, кайф. Спасибо большое, чуваки, здесь реально, я иногда хочется по лайфтайму вас называть, потому что здесь некоторые люди реально заносят огромные просто суммы уже. Некоторые люди с 17-го года уже заносят. Да, и мы прям на эти деньги живем, кушаем, дышим, собираем компьютеры, и, в общем, просто балдеем от того, что кто-то нас поддерживает. Спасибо, чуваки. Да, да. Патрон.ком. Как раз на новом компьютере, сейчас я записываю это все. Да, если хотите дополнительных роликов, пресс-шоу, или дополнительных фоточек, все это можете практически за 1 доллар, практически за 1 доллар, patreon.com. slash webdesign, подписывайтесь, и там можете даже комментарии оставлять. Вам, может быть, не нравится, а если не нравятся комментарии там, то заходите в наш чатик в Телеграме, пишите, как там, пишите t.me slash webdesign, по-моему. Да, и там обсудить, нажать и все. Да, все верно. Хорошо, идем к обойке. Да, идем, идем. Что мы видим? Что я вижу на обойке? Что я вижу на обойке? Я вижу, значит, доска с объявлениями, причем, вместо объявлений, именно вместо объявлений, вместо нормальных букв, тут иероглифы, я вижу. Так. Значит, вижу планы, карты какие-то, и доска с объявлениями больше выглядит не как рекламная доска, а какое-то объявление в каком-нибудь около парка, или около какого-нибудь такого заведения, может быть, какого-то, где просто написаны правила пользования, как ходить, как жить. Все это, естественно, на иероглифах. И рядом с этой доской стоит велосипед, даже два, они с корзиночками такими, очень удобными, с которыми можно ездить. Велосипед, кстати, с такой рамой, которую не любят, когда спрыгиваешь, ударяешься. Да, да, да. Очень больно. Спрыгивание может быть последним, да. Да, последним, по крайней мере, у твоего потомства. Да, да, да. Значит, вот такая у нас картина. Что из этого наш подкаст? Что из этого наш подкаст? Я думаю, наш подкаст, это то, что вот является реальным, является реальным парком, или чем, таким, что изображено на схеме. А велики, это наши с тобой велики, вот. Мой велик, он немножко с пакетом, вот там он стоит. Это дождевик, видимо, какой-то у тебя. Это дождевик, это пакет, потому что я собрался с Apple Watch брать. Когда я собрался, я вот натянул сначала, я такой думаю, блин, вот туда положу и поеду сюда. А ты как бы ничего, потому что тебя ничего Бичевска не интересует, ты как бы пока не натянул ничего на него. Это да, это да, смешно. Вот, и мы, соответственно, поедем на этих великах, заедем в наш подкаст, вот в эту вот постройку эту, которая на карте находится, и будем как бы среди темок, вот среди вот этих стен, я не знаю, мне это больше похоже, знаешь, как лабиринт такой из плюща, как в Ведьмаке, где надо было искать Трис и целоваться потом с ней. Вот мы будем там ездить и искать. Хорошо. Искать наших патронов, чтобы поблагодарить их, да. И поцеловать. Это круто. Там, кстати, будет опция не поцеловать и разочаровать. Ну, это если вы отменили. Да, да, да. Ну, короче говоря, версия классная. Моя версия, что это какая-то остановка вообще. Вот. Ну, как-то она так обшарпана, раздрочена выглядит, только остановки так раздрачивают. Но вообще, да, наш подкаст, это, я подумал, доска объявлений, вот это темки на ней. И мы с тобой подъехали чисто повесить новые темки. Ну, ты понимаешь. Ну, я понимаю. И вообще прикольно, и классно. Спасибо всем. Спасибо. Да, это был подкаст. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, пишите комментарии. 237 выпуск объявляют завершенно. Время полдевятого. Ни хрена, да? Подумают люди, что мы три с половиной часа писали, но нет, просто был перерыв небольшой. А может и большой. Часа полтора, наверное, был. Всем спасибо. Было круто. Спасибо. Давайте. Увидимся. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok